Славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио Сегодня у нас 19 апреля 2016 года вторник По одному из современных календарей По одному из старинных Восьмой день месяца посева и наречения 7524 лета понедельник Мы начинаем живой эфир, который будет называться Методы фальсификации, культуры и искусства Продолжение или часть вторая Кому как больше нравится Главные соведущие заявлены Фиденко Леонид Григорьевич Здравия, Олег Григорьевич Здравия, Алексей И Тяжлов Юрий Алексеевич Но вот с Леонидом Григорьевичем У нас связь установилась, все нормально А вот с Юрием Алексеевичем Что-то там скайп барахлит И не хочет подключаться в нашу конференцию Вот так бывает Ну что делать? Жизнь есть жизнь, техника есть техника А скайп живет своей жизнью Итак, я предлагаю начать наш эфир В таком немножечко урезанном составе Ну думаю, что справимся Если по возможности получится подключить Юрия Алексеевича То с удовольствием подключим и пообщаемся Если не получится Ну что ж, тогда будем за себя и за того парня Как появилась песня Итак Наших радиослушателей Как всегда я прошу писать в чате Свои мысли, свои вопросы Наблюдения Какие-то, может быть, интересные мысли Наблюдения нас сподвигнут На какие-то интересные ответы Реакцию и так далее Ну что ж Леонид Григорьевич, начинаем? Начинаем Итак, в прошлый раз мы говорили про книгу Которую вы написали И по ней, в общем-то, ориентировались И в этот раз мы тоже будем говорить по книге Ну давайте, наверное, я небольшое короткое вступление сделаю Потому что, возможно, есть же новые люди Которые не слышали первую передачу Хорошо Кратце Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Значит, мы говорим о фальсификации истории Значит Дело в том, что существует так называемый С моей точки зрения Заговор Заговор науки Исторической науки В чем он выражается Дело в том, что В британской энциклопедии 1771 года Существует информация О том, что Значит Есть такое Государство Которое называется Великая Тартария И оно является самым большим государством мира В этой энциклопедии Описано Какие провинции существуют В этом государстве Что это государство самое большое А через Буквально в следующем выпуске Британской энциклопедии Уже никакого упоминания О самом большом государстве мира Нет Исчезло самое большое государство мира Которое занимало практически всю территорию Нынешнего материка Евразии То есть Европа Точнее вся Европа и Азия И историков Никого этот вопрос не волнует Никто об этом ничего не говорит Дело в том, что В 1772-1775 год Была гражданская и Первая мировая война Реально Которую подменили и назвали в истории Восстание Пугачева В ходе этой войны И была побеждена Великая Тартария И буквально через 25 лет То есть Фактически через одно поколение Уже информация О Великой Тартарии И появляется Такой документ О котором я говорил На прошлом радиоэфире В 1804 году Сначала во Франции А потом в России Появляется Атлас Географический, геологический Исторический Автор Лиссаж И там уже Есть Тоже несколько карт Но На территории Которые В британской энциклопедии Было написано Великая Тартария И Расписаны все провинции Написаны Обведено это все Большим-большим кругом И совершена подмена И называется это Владение Чингисхановы То есть Великая Тартария Исчезает Самое большое государство Исчезает А на этом месте Появляется Уже известное Значит Государство Вот об этом Была и речь Вопрос Возникает Почему же До сих пор Об этом Молчат И Ответ В том что На этот вопрос В том что Одной из провинций Которая входила В Великую Тартарию Была Московская Тартария Или Московия И Историю Московии А конкретно 1150 лет Правления Значит Рюриковичей Заменили Историей Великой Тартарии Или Другие Названия Это Государство Рассения Великая Асия И Другие Дело не в названии Дело в том что Это наша С вами Прародина И Этому Государству Которое Существовало На планете Только лишь Столица Асгард Ирийский Который На месте Который На месте Нынешнего Омска Более 108 тысяч Лет Вот эту Информацию От нас И убрали Вот сегодня Мы поговорим О Так сказать О Таком Моменте С моей точки Вернее Интересном Это Конкретный Есть такое Сооружение Которое Находится В Московском Кремле Здание Называется Грандовитая Палата Московского Кремля Почему Поговорим Именно об этом Сооружении Дело в том что Оно Так сказать Очень Интересно Само по себе И Здесь нам Откроется Очень большой Пласт Информации Связаны С гранитопалатой Московского Кремля Значит Как я вышел На эту Гранитопалату Рассматривая Ну Я уже говорил Что кое-что Я там Накопал В истории В сфальсификации Истории И Рассматривая Одну из карт Которая Значит Мне Как-то попалась Это карта Московского Кремля На ее базе Сделано Значит Такой Типа Путеводителя Который Можно совершенно Спокойно Купить Если вы Придете В Кремль На экскурсию И купите Называется Она План Кремля 16-17 веков Вообще Всю информацию О нашем Государстве Мы узнаем Благодаря Историкам Из Сведений Которые дают Значит Иностранные авторы Наши авторы Практически Информации Нам не дают Ну Только лишь Карамзин Который Описал Ту историю Государства Российского Которая В которой Исчезла Великая Тартария Так вот Когда я начал Смотреть Этот План Кремля Он тоже Своеобразный Он сделан С Латинской С карты Которая Написана По-латыни И написано Кремлин План И Хотя Датируют Ее 1601 годом То есть Это время Правления Бориса Годунова Посвящена Она Почему-то Алексею Михайловичу Романову Того Которого Называли Тишайшим Ну Почему Ему Посвящена Я думаю Радиослушат Будет понятно В ходе Сегодняшнего Нашего Разговора Так вот Рассматривая Эту карту Я Смотрел И Сопоставлял Ее Например С картой Из Ремезовой Летописи Это документ Ремезовская Летопись Карты Сибири И там Есть Карта Тобольска Столицы Значит Великой Тартарии Которая Была Перенесена Это Столица Из Асгарда Ирийского Как я уже Грел Его Разрушили В 1530 Году Орды Джунгар И перенесли Столицу В Тобольск И вот Сопоставляя Эти две карты Можно увидеть Множество Интересных Моментов Что И Значит В Москве И в Тобольск И существует Кремль То есть Это Как пишут Историки Это крепость Которая Находится Внутри Значит Эта карта План Кремля Значит 16-17 веков Раз она 16-17 Значит Ее Как минимум Писали В 16 веке Поскольку Борис Годунов Царствовал 1600 год И авторы Пишут Что это Точная Карта 1601 года На ней Изображена Изображен Кремль И Значит Именно Как Крепость Потому что На нынешней Красной площади Там еще Существует Ров Который Соединяет Значит Москва реку И Неглинную реку Неглинку И В итоге Кремль Находится На острове Значит Если посмотреть Как Расположены Отдельные Значит Сооружения Здания Очень много Похожего Так же Как и на карте Тобольска То есть Вот это Сопоставление Ведет К тому Что Московия На самом деле Была Значит Частью Великой Тартарии И Существовали Традиции Которая После того Как Московия Отделилась От Великой Тартарии Это было Значит В 14 веке После Значит Кульковской Битвы И Не сразу А постепенно Произошли Некоторые Изменения Ну По крайней мере Если посмотреть На эту карту По-разному Там Называются Определенные Здания Например Там Арсенал Называется В Кремле Да А в Тобольске По-другому Но Тем не менее Существует Общее название Те же Приказы Посольские И прочее Вопрос Возникает Только Ведь Современные Историки Говорят Что Тобольск Это Столица Сибирского Царства Они были Вынуждены Так Назвать Потому Что Это На самом Деле Была Столица Империи И Вот Легче Сделать В этом Случай Подмену И Когда я Начал Смотреть Внимательно Московскую Карту План Кремля Я Обнаружил Что Там есть Список С правой Стороны Где Перечислились Под номерами Все сооружения И Отсутствует Грановитая Палата А что Ж Такое Грановитая Палата Традиционная История Нам Говорит Что Грановитая Палата Это Главный Парадный Тронный Зал Великокняжеского Дворца Для торжественных Приемов Ну И Вот Я Там Сообщаю Вам Кто Не знает Что Там Проходили Собрания Боярской Думы Заседания Земских Соборов Различные Праздництва В честь Ну Как сообщают Покорение Казани 1552 Год Победа Под Полтавой 1809 Года Заключение Мира Ницштадтского Со Швецией 1821 Год А в Настоящее Время Грановитая Палата Является Одним Из Представительских Залов Президенции Президента Российской Федерации То есть Статус Этого Здания Очень и Очень Высокий Возникает Вопрос Почему же В 1601 Году На самой Как они пишут Правдивой Карте Кремля Эта Палата Не обозначена Хотя Можно догадаться По крайней мере Я увидел Какое Здание К ней Относится Но Это Все Описано Значит Цифрой Написана Цифра И Написано Что это Владение Годуновых То есть Это меня Как бы Знаете Подвигнуло Посмотреть Понимательно А что же Там В этой Грановитой Палате Почему Почему В 1600 Году Это Совсем Недалеко От правления Ивана Грозного Который Еще пытался Восстановить Значит Ведическое Ведическое Мировоззрение Но Не удалось Ему По разным Причинам Это Мое мнение И В 1600 В 1600 Году Уже Нет Не указано И причем На плане Кремля Вот Который Я держу Сейчас В руках На русском Языке Который Сделан С этого С латинской Карты То же самое Это карта Один в один И там тоже Нет Этой Грановитой Палаты Это Меня Заинтересовало Я начал Так сказать Копать Ну В это Время Как раз Палату Реставрировали Ну Интернет Такое Пространство Где можно Много Найти И Оказалось Что Чтобы посмотреть Чем она Примечательна А примечательна На великолепной Росписью Которая Там Значит Существует И К сожалению Документов По поводу Росписи Гранатой Палаты Практически Нет И современная История Я нашел Только две работы Авторов Насибовой И Козлитиной Ну И еще У меня В моей библиотеке Есть книжка Так сказать Гранатой Палаты Московской Кремля Но она Там Одни фотографии То есть Это Где-то 1980 Года Издание Книга Поэтому Поэтому Там Ничего Об истории Гранатой Палаты Найти Нельзя Одни фотографии Поэтому При поиске Я обнаружил Вот два документа Два автора Советских Насибова Работая ее К вопросу Об истории Содержания Росписи Гранатой Палаты Московской Кремля И второй автор Это Козлитина Документ Называется Документы 17 века По истории Гранатой Палаты Московского Кремля И вот Я поэтому И предлагаю Остановиться Подробно На этом вопросе Потому что Он очень Показательный С точки зрения Фальсификации Истории Вот если Мы Почитаем Точнее Почитав Работу Козлитиной Там Я сейчас Вам процитирую Коротко Принято Считать Что Первоначальная Роспись Стен Гранатой Палаты Была Выполнена В 16 Веке В конце При царе Федоре Иоанновиче Но Поскольку Были Многочисленные Пожары 17 века От которых Страдала Гранатая Палата Они Сказались На ее Сохранности В том числе И стенописи А по Вопросу Истории Стенописи Гранатой Палаты В исторической Литературе Существует Два мнения Это пишут Советские Историки Первое мнение Сводится К тому Что стенопись Конца 16 века То есть Гранатой Расписали По мнению Историков В конце 16 века К 60 Годам 17 века Через Где-то 70 лет Она пришла В ветхость И в 1668 Году Ее полностью Возобновил Иконописец Симон Ушаков Прошло Четыре года Еще И в 1672 Году Он составил Дошедшее до нас Описание Новой росписи Стен Новой росписи Обращаю внимание По которому Спустя 200 с лишним лет В 1882 Году Художники Из Палиха Белоусовы Вновь Расписали Гранатую палату Почему Они ее Расписали Потому что Близилась Круглая дата 300 лет Значит Правления Династии Романовых 1912 Год И вот Там еще Пишется Понимаете В советской Историографии Там Сплошные Значит Авторитеты На которых И ссылаются Фамилии Я не буду вам Перечитать Это Ничего Никому не скажет Но Это Авторы Подтверждают Так Вот Устроена История Они Значит Никаких Фактов Не показывают Только Ссылаются На авторитеты Чужое Авторитетное Мнение Вот это Чужое Авторитетное Мнение Продвигается Но Написано В этой Статте Еще Следующее Что В 1883 Году После Окончания Реставрации Гранатой Палаты И Возобновлении Ее стенопись То есть Ее Возобновили Восстановили Получается В газете Московской Ведомости Появилась Статья Неизвестного Автора Где Со всей Определенности Говорилось Что Белоусов Это Вот Художники Из Палиха Воспроизвели Роспись 16 века Которая Стала Известна Благодаря Описанию Иконописца Симона Ушакова Ну И там Дальше Подтверждают Следующий Список Фамилии Которые Подтверждают Эту версию Вот Оба Автора И Козлитина И Насибова Существующих Статей Они Ничего Так сказать Не показывают Никаких реальных документов Пересказывают Чужое Авторитетное Мнение И Свои Версии Своих Значит Документах Они Выстраивают На основании Выражаясь Современным Бухгалтерским Языком Отчетов Калькуляций Платежных Ведомостей Которые Как ни странно Сохранились Несмотря на Многочисленные Пожары Вот И В этих К тому же В этих работах Автор опирается На существующую Общепринятую Историческую Парадигму И поэтому Конечно Стенопись В палате Появилась Через 100 лет После того Как Под руководством Великих Итальянцев Дикие Русские Обучились Архитектуре И живописи Ну Потом уже Можно и Расписать И вот Возник Интересно Там вопрос Поднимает Насибова Что Есть белые пятна В росписи Городовитой Палаты А в чем же они Первое Как мог Царь В течение Многих лет Принимать Гостей В палате Которая Требовала Судя По настойчивости Указов Царя Реставрации И второй вопрос Вообще На удивление Как говорится Как мог Живописец Симон Ушаков Несмотря На аргументированность Своих Доводов Так упорно Не выполнять Приказов Царя А приказ Царя О том Чтобы Значит Реставрировать Палату А какой-то Ушаков Симон Ушаков Живописец Не слушает Царя И все Тут И вот эти Вопросы Возникают Невольно Как пишет Насибова И требуется Самостоятельное Рассмотрение Ну На этом Она Как бы Анализ прекращает И делает Вывод Итак Первоначальная Стенопись Не возобновлялась И просуществовала До 1696 Года Белоусов Переписали Снова Нет Никакой Информации Представляете Роспись В главном Парадном Тронном Зале Великокняжеского Дворца Для торжественных Приемов В Москве Нет Никакой Информации Но Как ни странно Об иконописце Ушаковой О Симоне Информация Вооружения Парад Сохранилась Несмотря на Многочисленные Пожары Ну И Там Ему Отведено Всего лишь Одно Предложение Что Вот В летний Сезон 1668 Года Симон Ушаков Возговлял Работы По Фиксированию Старых Росписей Горновитой Палаты И Написанию По их Образцу Новых То есть Он Фиксировал Значит Как-то Значит Переносил На что-то На какие-то На какую-то Бумагу Или еще Как-то Значит Росписи И И написал Новые Вот Интересный Момент И Всего лишь Оно Предложение Об этом А сама Горновитая Палата Вообще Большое Сооружение Там Один Пол 495 Клоритных Метров Не считая Площадь Стен И потолка Причем Пол Очень Красивый И там Великолепно Расписан И вот И вот Чтобы За полгода Сделать Эту Работу Это Очень Серьезная Работа Там Если Проанализировать Значит Материалы Которые Дает Носивого Там Грубый Подсчет Отделочек Материалов Требующих Для работы Более Покопать Ну Понимаете Самое Интересное Вот По Главному Трону Тронному Залу Московии Государственного Такое Значимое Здание Ничего Нет А вот Документы Касающиеся Жизни Симона Ушакова Сохранились Несмотря На Так сказать Многие Пожары Там Есть И Челобитное А выдача Много Обмундирования И Выражаясь Севременным Заявление От Ушакова О увеличении Жалования Ну И другие Вот Еще Есть Интересный Момент Значит Вот В исторической Версии Например Там Я же цитирую Есть такая фраза Капештут Эти авторы Козлитина И Носимова И все же Несомненно Бытийная В кавычках Роспись Золотой Палаты Во многом Прилила состав Содержание Стенописи Грановитой Палаты Сразу возникает Что такое Бытийная Роспись Причем Золотой Палаты Золотая Палата Там же В Кремле Другое Здание И Она Каким-то образом Поблияла И значит Как пишут авторы На содержание Стенописи Грановитой Палаты Еще есть Один Интересный Момент У этих Авторов Они пишут Что Далее В 1881 Году Пальховские Иконописцы Белоусовые Братья Расписали Палату Согласно Тематике Сюжетов Значившиеся В перечне Симона Ушакова А еще Ранее В 1847 году Художник Завьялов Расписал Святые Сени Это тоже Значит Здание Зал Точнее На те же Библейские Сюжеты Что украшали Их В древности И понимаете Вот Оказывается Речь идет О библейских Сюжетах Это Меня дело Заинтересовало И я начал Смотреть И пытался Разобраться Что же такое Бытийная Роспись То есть Понял Что надо Искать следы Ведической Культуры В главном Тронном зале Московской Тартарии Потому что Раньше Это была Провинция Великой Тартарии Так вот Сведения Обытийной Росписи Грандлита И других Палат Кремля Они относятся Ко времени Федора Иоанновича Который Был последним Представителем Московской ветви Династии Рюльковичей Потом Вступили На престол Романовы А вот указ На который Ссылается Автор работ О росписи Грандлита Палаты В лето 7176 От сотворения Мира Звездного Храма Или 1667 год Издал Алексей Михайлович Романов То есть Он И требовал От этого Ушакова Срочно Переписать А тут Не выполняет Заметьте 1667 год Непослушание Сплошное Какого-то Простого Мы же По фильмам По истории Знаем Меч Змахнул И голова С плеч Как говорится Да И Ушаков Отправился Мир Иной Но тут Если Внимательно Посмотреть Что такое 1667 год Время Когда Значит В Москве Был Патриарх Никон И Которого И приблизил Себе Алексей Михайлович Романов И Мало того Он Поручал Управление Государством Во время Своего Отсутствия В Москве Но Историки Когда Поднимают Вопрос Почему же Как мог Живописец Симон Ушаков Не Выполнять Упорно Не выполнять Приказы царя Они не учитывают Один факт С моей точки Вернее Что 1666 1667 Год Это время Как раз Проведение Вселенского Собора После которого Патриарха Никона Выражаясь Своим языком Ушли А ведь Патриарх Никон Полную поддержку Своих реформ Получал От Алексея Михайловича Романова Но Из-за Притязаний Никона На верховную Власть Государствия Алексей Михайлович Разорвал Отношение С ним И на Первом Церковном Соборе В 1666 Году Выступил Одним Из главных Обвинителей Патриарха И это Вот так Написано В исторической Версии Ну и Если кто-то Изучал Эти вопросы То там О реформах 1666 Года Там все Акценты Делаются На изменениях В церковных Книгах И ритуалах Что Двое перстие Сменилось Трое перстие Хождение Изменилось На крестных Ходах Оно Было Установлено Против Солнца Хотя Раньше Было По Солон То есть По Солнцу Из богослужений Там выбросили Многие Песнопения И формы Которым Особенно Придевался Магический Характер А реально Это Какое Очередное Так сказать Какое Дело Сделал Мавр В кавычках Патриарх Ником И почему Его ушли Реально Ником До Ник Христианство Было Правоверным И Ортодоксальное По-английски Ортодоксал Church И До сих пор Значит На Западе Русскую Церковь Называют Неправославной И Хотя Это Была Государственная Религия Правоверное Христианство Но Основной Массой Народа Она Воспринималась Скорее Как Неизбежная Необходимость И Поскольку Было Ну По Силу Того Что Оно Противно Было По духу Русского Человека Поскольку Люди Жили По нормам Православия А это Система Представления Норм И жизни Славянского Ведизма Которая Основана На мудрости Многих Тысячелетий И По которым Славяне Это Потомки Рода Небесной Внуки Дашь Бога И Они Не Вписываются В догмы Христианства Где Предписываться Им Быть Рабами И Принимать Все мучения Невзгоды Леон Григорьевич У нас Музыкальная Пауза Подошла Я так Уже Две Минутки Ждал Когда Будет Возможность Клиниться Прервемся Хорошо Так Даю Возможность Всем Привести мысли В порядок И Послушаем Живую старину Не для меня Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 19 апреля 2016 года Вторник По одному Из старинных Восьмой день Месяца Посево-наречения 7500 24 лет Понедельник Методы фальсификации Культуры и искусства Часть вторая Главные Следующие Феденко Леонид Григорьевич И Тяжлов Юрий Алексеевич Юрий Алексеевич Подключился К нам Если подключился Пожалуйста Микрофончик Включи Скажи нам Что-нибудь Доброе Чтобы мы С тобой Поздоровались Тоже Ладно По возможности Подключишься Итак Продолжаем Леонид Григорьевич Вопросы будем Задавать Потом После Как Небольшой доклад Сделаете Да Я думаю Вот сейчас Исторической Частью Закончим Без нее Никуда Историческая справка Иначе люди Не поймут О чем Речь Все Продолжаем Поэтому Мы остановились На том Что Благодаря Никону Патриарху При Алексее Михайловиче Романове Было Так сказать На Христианство Сделали Христианство Православным Так вот Почему Все-таки К чему я Вел свою Речь И подвел К Никону Что Вот этот Собор 1666-67 Это Пришло К тому Что В государстве Произошел Значит Ну Скажем так Раздрай Да То есть Разделились Потому что Стали Большие Значит Споры Между Значит Правоверными Христианами И Православными И Получается Так Что Ушаков Не Не Уполнял Указания Царя Не потому Что он Был такой Стараптивый А просто Напросто Еще не Пришло Время Для Для того Что Переписать Росписи Грандмитой Палаты Кремля То есть До Этого До того Как Переписали Росписи Грандмитой Палаты Кремля Она Имела Вид Значит И Расписана Была Так же Как и Золотая Палата Ведическим Значит Орнаментом Ведической Так называемой Как пишут Историки Бытийной Росписью Вот это Я и Хотел Показать Еще Есть Интересный Момент Дело В том Что Мы Мы Говорим О том Что Московия Была Откололась От ведической Империи И Традиции Ведизма Там Были И Они Сохранялись И Отражение Того Что Эти Ведические Традиции Были В Московии Не Только Находясь В том Что Раскол Произошел В обществе Но И В том Что Очень Много Осталось Значит Произведений Искусства И прочих Вещей Которые Подтверждают Эту Версию Мы Как раз И Говорим О Фальсификации Произведений Искусства И Приметов Потому Что Документов Осталось Мало Которые Подтверждают Существующую Историю И Их В основном Копии А вот Предметов Культуры Их Огромное Количество И К этим Предметам Культуры Относится И художественное Произведение В том числе И роспись Тех же Ведических Храмов А что Храмы Раньше Были Ведическими Это Без сомнения И в той же Москве И подтверждает Подверждение Этого Мы находим В чем Что на Многих Картах Или Значит Фотографиях Можно найти Значит На Верху Значит Ведического Храма Где Располагается Крест Там 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 Трехлистник А что Такой Трехлистник О трехлистнике Мы уже Говорили В первой Передаче Трехлистник Это К тому же Это Символ Ведический Храмах Желающий Прочитает Об этом И увидит Я много Примеров Там Привожу Но Вы Можете Сами Пойти И увидеть На церквях На церквях На куполе Сверху Крест И вот Крест Все Старые Кресты Вот Три Конца Креста Представляют Собой Каждый Конец Трехлистник Из Трех Лепестков То есть Даже Здесь Они Были Вынуждены Сделать Подмену Возрудив На Церковь Крест А Ставить Трехлистник То есть В этом Подмена И видна И вы При желании Любой из вас Может убедиться Таких Фактов Просто Огромное Количество Есть еще Интересный Момент Среди этих Исторических Документов Значит Чтобы не Цитировать Все Полностью Скажу Так Значит В документе В одном Из документов Из двух Которые я Перечислил Да Насибова И Козлительный Там Есть Выражение Значит Разобрать До другого Пояса Что над Словами Известно Оказывается Вот Насибова Цитирую Хотелось бы Особое внимание Обратить на Выражение Из документа Разобрать До другого Пояса Что над Словами Многоточие Известно Что в некоторых Зданиях Московского Кремля Были украшены Медными Золочеными Надписями Которые Проходили По фризам И Выглядели Как Орнаментальные Пояса Подобная Надпись Сохранилась На колокольне Ивана Великого И на самом деле Она и до сих пор Существует И Была надпись На средней Золотой палате Которая Существовала До разборки Здания До середины XVIII века Но до сих пор Не встречалось Известия Подновные Надписи На Грановитой Палате Это пишут Пишут Историки И вот Привод Такую Фразу Надпись Это упоминается В одном Из документов Того же Дела Мая 22 дня Приказал Боярин Князь Василий Васильевич Голицын На Грановитой Палате Подпись Что подписано По медным Листам Списать В то время Когда будут Подвязаны Подвязи И в котором Месте Подписи Учинилась Поруха И списать Ее Будет немочно И те Рухомые места Тоже Описать То есть Выясняется Что До 1684 Года Ниже Карниза По Грановитой Палате Шла надпись Которые Дорожили И которая В свое время Пришла в ветхое Состояние Еще есть Источники Которые ссылаются Что эта подпись На самом деле Была Если вы будете В Кремле То На колокольне Ивана Великого Если поднимете голову Вы увидите Там тоже Существует Подпись Такая Такого же Типа Она На самом верху Здесь Она вдоль Карниза Под карнизом Была На здании А там На колокольне На самом верху Но Я попытался Найти Значит Свидетельства Какие-нибудь Которые Что Была такая Подпись Долгая И стал Пока Наконец-то На старую Гарин Старинную Гравюру Не наткнулся И она называется Грановитая палата В московском Кремле И приведена В книге Загадочной Московья Россия Глазами Иностранцев Автор Ножникова Так вот Эту Надпись Которая О которой Я говорил На колокольне Ивана Великого Ее относят К 1600 Году А это Царственный Борис Годунова И Тут же Вопрос Возникает Почему же Романовы Их что-то Там не устроило В надписи На Гранитопалате На Главном Тронном Зале Московья Разобрать Невозможно Что написано Хотя Надпись Четко Видна И Видно Что разница В написании На колокольне Ивана Великого Совсем по-другому Написан Текст И У меня Возникло Такое Впечатление Что Надпись Была Сделана Славяно Арийскими Рунами Еще Есть Один Момент По части Гранитопалаты Мы Читая Историков Нам пишут Что Вот В связи С новыми Веяниями Гранитопалату Значит Все Значит Росписи Которые Там были Забелили Затянули Тканью И Все И 185 Лет Тишина А Хочу напомнить Некоторые Факты Из биографии Российских Императриц Которые Связаны С Гранитопалатой Вот У Елизаветы Петровны Коронационные Торжества Проходили Опять же В Гранитопалате 25 апреля 1742 Года Екатерина Вторая У нее Коронационные Торжества В Гранитопалате Продолжались До 29 Сентября 1762 Года Мало того В 1767 Году Екатерина Вторая Присутствовала Вместе С депутатами Комиссии На торжественном Богослужении В Испенском Соборе А затем Принимала Этих депутатов В Кремлевском В 1885 В 1885 Лет Меняли Драпировку Украсили Стены Тоже Неизвестно И вот Возникает Мысль О том Что Странная Бухгалтерия Видимо Была В Кремле Или Специфические Пожары Были Еще Возникает Существует Один Интересный Факт В истории Строительства Кремля Что В 1773 Году Произошла Торжественная Закладка Нового Дворца Этот Новый Дворец Значит Возводили Вместо Значит Старого Дворца Этот Дворец Называется Большой Кремлевский Дворец И В связи С чем Была Снесена Часть Древних Зданий Но Снесли Здания А строить Большой Кремлевский Дворец Не Стали И Было Признано Что Нецелесообразно Проводить Работы И Закончить Работы В 1774 Году Буквально Через Год То есть Должна Быть Какая-то Веская Причина Чтобы Это Было Сделано Если Предположить Что В это Время Московия Участвовала В войне То Становится Понятным Это Историческое Объяснение О прекращении Работ Столь масштабного Строительства Большого Кремлевского Дворца И на самом деле Война Была Это Как раз Значит Война Гражданская Война Или Первая Мировая Война В которой Московия Вместе с Западной Европой Победила Русскую Империю Русскую Империю Повторяю Еще раз Так она Названа На картах Значит В первом издании Британской Энциклопедии А британская Энциклопедия Нас Не любила И до сих пор Извините Британия Не энциклопедия Британия Не любила Раньше Не любила И не любит Сейчас И ей Так сказать Угождать Россию Как-то Не было смысла То есть Это Факт Реальный И вот В этой войне Русская Империя Великая Татария Потерпела Поражение И это Факт Фальсифицирован И подается Как подавление Крестьянского Стания Под Предлительством Пугачева 1773-1775 Годов И что Интересный Факт Еще 10 января 1775 Года В Москве На Болотной Площке Казнили Пугачева Емлена А 13 января Буквально Через 3 дня 1775 Года Был Утвержден Ратифицирован Турецким Султаном Кучук Кайнаджирский Мир А Историки Нам Сообщают Из биографии Екатерины Второй Что центральным Событием Пребывания Екатерины Второй В Москве С 22 Января По 20 Декабря 1775 Года Стало Празднование Годовщины Заключения Кучук Кайнаджирского Мира 10 Июля 1774 Года Между Россией И Османской Империей Получается Странно Очень рано Начала праздновать Годовщину Екатерины Аж на пол Года раньше Срока На самом деле Она праздновала Победу Великой Тартарии Годовщину Более Более 100 Тысячи лет Так вот Если посмотреть Следы-то Уничтожали Но Следы Все равно Остались И Эти следы Как раз Остались На Артефактах Материальной Культуры И вот Например Такой факт Что После победы Над Великой Тартарией Известно Что Екатерина Вторая В 1775 И По 1785 Год Издает Ряд Указов Ну Например Такие Как Учреждение Для управления Губерний Жалованная Грамота Дворянству Жалованная Грамота Городам На основании Которых Создала Многочисленную Новую Администрацию На местах И Как пишут Историки Из С этой же Новой Администрации Она Упорядочила Социальную Структуру Общества Введя Пять новых Сословий Дворянства Духовенства Купечества Мещанства Средний род Людей И крепостные И 7 ноября 1775 года Было принято Учреждение Для управления Губерний Всероссийской Империи То есть Считается Что благодаря Екатерине Из прежних 23 губерний Якобы Образовано 50 губерний То есть Здесь Как раз И произошла Подмена 50 губерний Появились Откуда Из-за Из-за Того Что Присоединив К себе Большую Часть Великой Тартарии Нынешней Сибири Современной И образовалось 50 губерний. И поэтому-то, уничтожив сильных людей, геноцид, проведенный Екатериной на территории Великой Татарии, был огромен. Сильных людей уничтожили, других запугали. И сменили администрацию. Вот поэтому-то и появились учреждения для управления губернией, жалованные грамоты дворянства, жалованные грамоты городам. То есть эти все документы Екатерина выпускала, учитывая уже ту новую империю российскую, которая стала называться не русская, а российская, владычица, которой она стала. И вот, сменив администрацию, оставили старые гербы. В один год, вы понимаете, такие вещи не делаются, люди еще привыкли. И потом это затратное дело, это бумаги меняются и так далее, и так далее. Так вот, по гербам можно и увидеть фальсификацию истории. И вот, в чем? Простой пример. Старый герб Тобольска. Тобольска в губернии. На нем изображена пирамида. А по обе стороны пирамиды, значит, знамена и, значит, барабаны и алебарды. Старый герб. Практически такой и новый герб, существующий сейчас в Тобольске. Вопрос. А при чем здесь пирамида? Причем пирамида существует на всех гербах и Тобольского намечнице. Это город Омск, который уже стал относиться как к Молинской области и называться областным. Город Тара, Тобольской губернии, окружной. И на том и на другом гербе опять же существует пирамида. И на других гербах, на других гербах городов Тобольского намечнице существует пирамида. Вопрос. А при чем здесь пирамида? А вот если мы вспомним, что в 1530 году был разрушен Асгард Ирийский, который был столицей империи, и там было множество пирамид, великолепных дворцов, то понятно, почему пирамиды. Потому что прекрасно знали, кто строил пирамиды, где эти пирамиды располагались. Кстати, если вернуться из Омска, Асгарда, в Москву, то рядом с Кремлем Ведический собор. Ведический собор Василия Блажена, так называемого. И там то же самое. На так называемом старом иконостасе вы увидите те же самые пирамиды. Вопрос. А при чем здесь христианство и пирамиды? Мало того, мы уже в прошлый раз говорили о том, что существовала древняя корона из трех листников. Но я тут нашел, к сожалению, я вам не могу показать это, но, видимо, в новой книге я об этом напишу. Значит, есть карты, на которых указан правитель империи, и на нем как раз корона из таких вот пирамид вместо трех листников. Это очень интересный факт. Я случайно на него наткнулся. Так вот, если продолжим разговор о фальсификации в московской Тартарии. Ну, может быть, нам музыкальную паузу сделать? Еще прошло полчаса. Да, я не посвел. Время как раз вовремя, Алексей, вы меня остановили. Благодарю. Да, хорошо уложились, это называется. Ну что ж, давайте небольшую музыкальную паузу я поставлю. Две минуточки с небольшим. Наслаждайтесь музыкой и расслабьте мозг для получения новой порции информации. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 19 апреля 2016 года вторник, по одному из старинных, восьмой день месяца посева и наречения, 7500, 24-го лета понедельник. Методы фальсификации культуры и искусства, вторая часть. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главные соведущие заявлены Феденко Леонид Григорьевич и Тяжлов Юрий Алексеевич. Юрий Алексеевич, ты с нами? Да, здравия всем. Ну вот, хорошо. А то в прошлый раз после музыкальной паузы не получилось. Но в этот раз все получилось, все хорошо. Значит, вот полный состав у нас. Боец обретен. В полку нашим прибыло. И напоминаю нашим радиослушателям о том, что вопросы вы можете задавать в чате сайта Народное Славянское Радио. Для этого нужно в любом поисковике найти наш сайт slavomir.org. Ищется он просто по словам, которые сказал Народное Славянское Радио. Вы попадаете на сайт slavomir.org. После этого ищите слово «чат», нажимаете на него. Если вы еще не зарегистрированы, то в этом случае проводите очень простенькую, несложную регистрацию. Логин, пароль себе придумываете. Указываете e-mail, куда вам будут приходить ответы на вашу регистрацию. И после этого уже становитесь полноценным пользователем чата. Общайтесь с друзьями, задайте вопросы в наш живой эфир. Также напомню, что у нас работает первая славянская социальная сеть, защищенная от многих проблем. И также работает форум, где много-много чего интересного и полезного есть. Все это есть на сайте. Кстати, канал YouTube тоже у нас там работает. Тоже есть ссылочка на сайте. Так что, когда нет эфиров, можете полазить, посмотреть достаточно много интересной и полезной информации. Итак, Леонид Григорьевич, пожалуйста, продолжаем. Благодарю. Вот еще хочу привести один пример насчет фальсификации, которая мощным цветом начала расцветать во времена Алексея Михайловича Романова. Вот в его царствовании в 1672 году была специально написана и подарена ему книга, которая называется «Царский титулярник». Вот коротко о ней, об этой книге. Тематику и идейное содержание составляет доказательство законности и преемственности династии Романовых от рода Рюриковичей, а также ее богоизбранность. Кроме того, известно, что облик Ивана Грозного, Федора Иоанновича, Бориса Годунова, Василия Шуйского, патриарха Филарета и других известных личностей, известны в основном по этой книге, поскольку при жизненных портретах последних троих вообще не сохранилось. Эту книгу называют «Справочник, письмовник по титулам русских иностранных царствующих лиц и политических деятелей», которые были в 15-19 веках, то есть как пособие в дипломатической переписке. В настоящее время эта книга хранится в Российском государственном архиве, древних актов и недоступно широкой публике. Вот в Википедии очень интересный момент написан по поводу этой книги. Книга была составлена русским дипломатическим ведомством в царстве Алексея Михайловича. Она стала подарком, преподнесенным царю, главой посольского приказа, боярином Артамоном Матвеевым 23 мая 1672 года. Или же была создана по приказу царя. И конкретно что пишут уже тем языком об этой книге. Книга, а в ней собрание, откуда произойдет корень великих государей, царей и великих князей российских. И как в прошлых годах великие государи и цари, великие князи российские писали в грамотах как к окрестным великим государям християнским и мусульманским и по нынешний, по 180-й год. И какими печатями грамоты печатны. И как к предкам их государским и великим государям-царям и великим князям российским окрестные великие государи христианские и мусульманские именования и титла свои пишут. И каковы которого государя и государские персоны и гербы. Состроена сия книга по велениям великого государя-царя и великого князя Алексея Михайловича все великие и малые и белые России самодержатся в нынешнем, во 170-м году. Как видите, кругом употребляются даты, я говорил, 1600, ну, время правления Алексея Михайловича Романова. А здесь вообще написано по 1080-й год и во 170-м году. То есть, что это такое? То есть, сразу видна фальсификация. А дело в том, что сделали фальсификаторе подмену. Они слово «лето» заменили словом «год», а перед этим убрали цифру «7». И после прочтения сразу у читателя возникает куча вопросов. Что за даты такие по 180-й год и по нынешнему 170-м году? Что за период в 10 лет? А вот если бы фальсификаторы написали по нынешнее, по 7180-е лето от сотворения мира в Звездном Храме, что соответствует 1672 году нашей эры, и в нынешнем, во 7170-м лете от сотворения мира в Звездном Храме, что соответствует 1662 году нашей эры, то это было бы и правильно. И по простой причине правильно. Поскольку не используя на Руси июлянского календаря до лета 7208-го от сотворения мира в Звездном Храме, это 1700-й год нашей эры, когда его вел Петр I, Алексей Михайлович как раз царствовал в лета 7153-7184 от сотворения мира в Звездном Храме, или 1645-1676 год по июлянскому календарю. И тогда все становится в свои места, и четко ясно, что в соответствии с текстом, Алексей, царь Алексей Михайлович повелел состроить сию книгу в лето 770-е от сотворения мира в Звездном Храме, или в 1662 году. И информация, которая в ней дается, по 7180-е лето от сотворения мира в Звездном Храме, или по 1672 год. И тогда понятен период в 10 лет. Ну, интересно, что от царского повеления и до его исполнения прошло аж целых 10 лет. То есть, вот, в книге своей я там привожу фотографии московского новодевичьего монастыря, и в Смоленском соборе есть гробница царевны Софьи Алексеевны, дочери Алексея Михайловича, сестры Петра I. Фотография. И там над гробницей текст, и в начале текста звучит, над гробницей царевны Софьи Алексеевны, повторяю, лето от сотворения мира 7212, а от Рождества Христова 1704 года, июля в третий день, на первом часу дни, на память святаго мученика Исаакинфа, и так далее, и так далее. То есть, надгробная плита. Как видите, написано сначала лето от сотворения мира 7212, и только потом идет 1704 год. То есть, в 1700 году Петр I вводит христианский календарь на территории Московии, а до этого люди привыкли жить по календарю нашему, старому календарю, от сотворения мира в Звездном храме. И нужно было какое-то время, чтобы, значит, привыкли. И поэтому писали две даты. Вот я вам привел примеры. Вы можете, желая, кто в Москве живет, может съездить и посмотреть на Владивичем монастыре. И увидеть это. Кроме того, таких надписей существует на многих церквях, которые, например, я видел в Москве, где сначала писали именно год от сотворения мира в Звездном храме, а потом уже по новому христианскому календарю. Так вот, в самом словосочетании летоисчисления заложена древняя традиция отчета лета от сотворения мира в Звездном храме, то есть подписание мирного договора между Славяно-Арийской империей и Древним Китаем. После кровопролитнейшей войны, в которой наше государство, Великая Ася, одержало победу, и победа была очень тяжелая, чтобы, так сказать, эта память осталась на века, даже пошли на то, чтобы изменили календарь. Таким образом, Петр I, введя христианский календарь на Руси, одним мгновением в пера, в прямом смысле этого слова, убрал 5508 лет истории у русских после сотворения заключения мирного договора между Славяно-Арийской империей и Древним Китаем, как и многие тысячелетия до этого мирного договора, потому что известно, что до этого были и другие календари. И вот символов, опять же, сделали фальсификацию очередную. Если вы сейчас придете на Комсомольскую площадь, и выйдете из метро, радиально, по пути к Калининградскому вокзалу, вы увидите, там стоит такой фонтан и статуя. Там начинаешь разговаривать с людьми, это говорит, кому? Многие не знают, кому. Многие, кто знает, говорят, это Георгий Победоносец. Так вот, реально, значит, это не Георгий Победоносец, который, так сказать, наложили эту кальку, как и на многие известные, точнее, неизвестные нам факты, и только сейчас вскрывающиеся прошлое нашей Родины, наложили христианского святого. Значит, то есть в древнее время, значит, Китай в прошлом назывался Аримией, и еще известно, что он назывался Страной Великого Дракона. А образное название Страны Великого Дракона до сих пор за Китаем сохранилось. Ну, это известный факт. А в старом русском языке дракон назывался Змеем, и уже в современном языке оно трансформировалось, как слово «змей». И я вот в книге привожу пример, что вот 30 декабря 1781 года Екатерина II первым делом что делает? Она утверждает герб Москвы, Московской губернии. Под ним написано «Святой Георгий на коне против того, как среди государственного герба в Красном Поле поражает копьем черного змея». Старый герб написано. А уже он фальсифицирован. Здесь русского воина одели европейские доспехи, рыцарские. И вот это еще один из примеров фальсификации. Ну, а сейчас вернемся к грановитой палате. Значит, когда, значит, после изучения вот этих моментов, о которых я сейчас вам рассказал, меня заинтересовало, значит, я поискал старые фотографии, как расписаны, значит, старинные здания Московского Кремля. И вы можете найти эти фотографии в интернете. Если сделаете поиск старой фотографии 1896 года, то увидите, там и златоверхий теремок в теремном дворце, и та же грановитая палата, там, значит, и черно-белые, и цветные изображения можно найти, и тронную, престольную, тронную палату. И вы увидите, как, и там очень много, огромное количество ведических элементов. К сожалению, вот радиофирм не позволяет вам показать эти ведические элементы. Я бы сейчас вам показал множество фотографий, которые с одними и теми же ведическими, значит, элементами, которыми расписана и грановитая палата, и новодельчий монастырь, и фотографии в Костроме и в других ведических, бывших ведических храмах, а ныне христианских храмах, эти элементы присутствуют. Они говорят о том, что вот это были ранее ведические храмы, и об этом я тоже пишу. В книге, значит, когда я рассматриваю оставшиеся два ведических собора, которые совершенно не вписываются и никак существующая церковь не может объяснить то, что на этих соборах нарисовано. Это, значит, собор в Юрьевпольской и второй собор, Георгиевский собор. Значит, они там нарисованы, эти животные и святые, и все вперемешку, и традиционная, так сказать, история молчит по этому поводу, и христианская церковь вообще делает вид, как будто этих соборов не существует, потому что их невозможно объяснить. А вот если рассматривать существующую в гранитой палате роспись, там изображены, значит, ну, Романовы дали полную, как бы, картину Рюриковичей, они же себя приписывают тоже к Рюриковичам. И вот одежды, в которых изображены там великие князи, они все сплошь и рядом расписаны ведическими символами. Если кто-то интересуется этим вопросом, то может посмотреть и увидеть. Там сплошные трехлистники, которые в орнаменте используются во многих-многих артефактах. Еще раз напомню, что православие это система представлений и норм жизни славянского ведизма. А нам что, говорят, что Владимир первый святой креститель силой наслаждал православие якобы. И этого же Владимира святого нарисовали в Грановитой палате Московского Кремля. Но наслаждал-то он не православие, а греческую религию. А вот если провести анализ рождения его, а там есть также рисунок князя Святослава, сопоставить даты рождения его князя Святослава вытекает, что Владимир никак не мог быть сыном князя Святослава. И поэтому он не мог принадлежать династии Рюйковичей. И не был он славянином вообще, он был иудеем по матери Малки. И я в книге там привожу ссылку на еврейские источники, где авторы, еврейские историки пишут и, так сказать, обосновывают, что он был иудеем по матери Малки, ключницей княгини Ольги. И желающие могут это прочесть достаточно убедительно и четко все. А на изображении в этой палате Владимиру почему-то жезл скипетр, с трехлистником вложили в левую руку, а все его одеяния расписали ведическими символами, как у Рюриковичей. А рядом есть изображение Святослава Игоревича. Так вот, написано прямо над изображением Святослава «Светослав». А все говорят «Святослав», «Святослав». Вот сходите на эту палату, прочитайте, там же написали люди, жили в то время и знали, как писали. После «В» буква «Е». То есть имя князя, который разбил в лето 6472-го от Сатарея Мира в Звездном Храме или в 964-м году по нашей эре паразитическое государство иудейский хазарский Гаганат «Светослав». «Светослав» «Светосоединительная слава», «Славящий свет». А нам говорят «Светослав». Сходите в Гранавиту и прочитайте. То есть здесь мы видим очередной технологический прием фальсификаторов. Идет замена букв одних на другие и уже слово меняет смысл и совершенно другой образ занесет. Святой или человек, несущий свет. Так вот, у всех князей, которые там изображены, у Юрия Долгорукий, Иван Калита, Александр Дневский и другие, у всех в правой руке скипетр, жезл, а на конце которая трехлистник, ведический символ. Я уже говорил, что символ миров яви, нави и прави. А после переворота мажордомов-каролингов в Европе как в восьмом веке нашей эры новые правящие анархии присвоили это символ себе. и в Москве уже, когда романы стали уничтожать в един романов славянский лидизм, трехлистник заменили на церковный крест. И тут я уже как бы вышел на основной момент в своем исследовании по части росписи гранатой палаты. Я в книге там привожу рисунок. Называется это рисунок приема австрийским послов русским царем Алексеем Михайловичем. Это дело было 24 апреля 1662 года. Все эти рисунки известны из иностранных источников. То есть это не наши источники. Называется книга, где принял этот рисунок путешествие в Москве о путешествии барона Мейерберга путешествия в Москве в 1661-1662 годах. Изгнана эта книга в Санкт-Петербурге в 1827 году. Так вот, там изображена гранатой палаты и там значит пол и стены расписаны как можно догадаться такими узорами. Поскольку вот эта часть рисунка выполнена достаточно примитивно в сравнении с изображением фигур, которые там на гравюре выписаны. И на гравюре видно, что на стенах нет никаких изображений с библейскими сюжетами, которые в 1668 году, согласно исторической версии, возобновиты, как написан Симон Ушаков. Об этом пишут историки. И только там есть одно изображение, где художник очень примитивно изобразил сражение. Он нарисовал четыре фигуры с оружием. Ну, якобы сражающиеся. Можно этот рисунок найти в интернете, можно прочитать, посмотреть в моей книге. Кроме того, еще есть одна гравюра, которую я обнаружил. Она находится в государственном архиве Швеции. Это рисунок из труда Эрика Паунтместа. Называется «Наблюдение России». Датируется он 1674 годом. На рисунке показан прием шведского посла русским царем Алексеем Михайловичем. Опять же. А Эрик Паунтмест был в составе шведского посольства 1674 года, которое было направлено на Москву. И он, когда был в посольстве, создал свой этот труд, который называется «Наблюдение России», причем снабдил этот труд собственноручными чертежами, картами и рисунками. Так вот, я сейчас хочу вам процитировать, как пишут о деятельности Эрика Паунтместа историки. Цитаты. «Инженер-капитан военный атташе при посольстве Аксеншерны 1673-1674 года ему ему было поручено собирать сведения касающиеся военного потенциала русского государства. Вернувшись в Швеции, он предоставил отчет о своей работе, известный под названием «Наблюдение России». Этот отчет включает 53 рисунка, 16 географических карт и планов городов, а также заметки и пояснения к ним. Именно здесь историки выделяют на иллюстративный материал его работы прежде всего обратили внимание исследователи. Это не дневник и не записки досужего путешественника, не рутинная реляция дипломата, не трактаты России, написанные в тиши кабинета. Характер поручения определил характер этого сочинения и место палкместа в составе посольства, где он выполнял функции тайного агента, и добывал интересующие его сведения, говоря же его словами тайным обычаем посредством подкупа. Будучи военным разведчиком, он сообщает не вымышленные, а точные сведения. Именно это придает особую значимость сочинению палкместа как историческому источнику. Это не мои заявления, это пишут об этом историки. как видите, все говорят о том, что это значимые очень сочинения и как исторический источник. Так вот, после небольших преобразований, которые я сделал, более контрастную гравюру сделал, на гравюре, чтобы вы представляли, изображен Алексей Михайлович Романов, который сидит на троне. Кстати, трон, старый трон, он имеет, значит, пять пирамид, навершие на... и пирамиды стоят рядом с троном. Это, опять же, о ведических символах, которые мы только что обсуждали в нашей беседе. это вот на изображении. Алексей Михайлович сидит на троне, рядом боярин, и, значит, согнувшись в нижайшем поклоне, значит, представитель посольства шведского наклонился, снял шляпу перед Алексеем Михайловичем, и стоят по бокам слуги. Но нас интересует не сам сюжет, а что же, так сказать, изображено, потому что цель нашего исследования увидеть, что было нарисовано на стенах крыльной этой палаты. И мы видим, что над Алексеем Михайловичем маленькая иконка висит над головой на троне. Прямо на троне сидит, а над ним над головой маленькая иконка. А на заднем плане по обе стороны трона какое-то монументальное полотно. После того, как я сделал небольшое преобразование, увеличил, сделать контрастное изображение. И если вы посмотрите в книге, увидите, по обе стороны изображены на заднем плане точнее, то, что изображено на гранатной палате, это нарисовал Эрик Палмест. Он нарисовал стенную роспись гранатной палаты, и которая нам дает общее представление, что же там было изображено. надо отдать ему, что он был очень хорошим художником. Недаром так ценят его историки достоверность его документов. Так вот, на этой росписи, слева и справа от трона, на переднем плане, мы видим вооруженных конных всадников и пеших воинов, знамена, воинские штандарты. По количеству копий можно судить, что изображены какие-то батальные сцены и множество людей. Причем конные всадники и слева, и справа. Обычно вот такого рода росписи, если вы видели, монументальные и бывали на выставках, вот, например, у Ильи Глазунова, известного художника российского, много таких полотен исторического плана. Вот такого рода росписи обычно отображают знаменательные события в истории государства, которые оставляют неизгладимый след в памяти народа. Естественно, на своем рисунке шведский разведчик что видел, то и рисовал. И он почему-то не нарисовал царя Алексея Михайловича на фоне религиозных сюжетов в Грановетой палаты. А если вспомнить историческую версию, стенопись Грановетой палаты к 60-м годам 17-го века, то есть пришла ветхость и в 1668 году ее полностью возобновила иконописец Симон Ушаков. А шведское посольство как раз было в 1674-м, то есть спустя всего через 6 лет после возобновления якобы росписи, как сообщают нам историки. А как видно, из этих двух рисунков не до, то есть еще перед этим мы говорили о рисунке другого автора, где там четыре фигуры сражающихся не очень качественные, но и там нет никаких религиозных сюжетов. Получается, не до 1668-го года, не после на стенах Грановетой палаты Московского Кремля никаких религиозных сюжетов не было, поскольку разведчик Пальквист, будущий христианином, не забыл нарисовать даже небольшую иконку над головой царя. И если бы там были сцены с библейскими сюжетами, не заметить он их не смог, естественно, бы их нарисовал. Леонид Григорьевич, еще одна музыкальная пауза. Хорошо? Все, отдыхаем немножечко, коротенько, буквально полтора минуты. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 19 апреля 2016 года вторник, по одному из старинных восьмой день месяца просевые наречения 7524 лета понедельник. Мы говорим в сегодняшней нашей передаче о методах фальсификации культуры и искусства, и это уже вторая часть подобного разговора, который у нас состоялся ранее. Главная соведущая Феденко Леонид Григорьевич и Тяжлов Юрий Алексеевич. Пока Юрий Алексеевич только поздоровался, еще не вступал в разговор. Но даем возможность Лену Григорьевичу высказаться. Вступительная часть уже полтора часа длится. Очень интересные моменты раскрыты. Но напоминаю, что у нас есть чат, в котором задаются вопросы. Вопросов уже накопилось. Пожалуйста, продолжаем. Благодарю, Алексей. Намек понял. Значит, с Гравитой палаты мы заканчиваем. Если будет желание и возможность, могу еще рассказать о другом. Но об этом чуть позже. Значит, вот сейчас, рассмотрев достаточно долго и проанализировав те изображения, которые были в Гранитой палате Московской Кремля, мы понимаем, что все документы, которые существуют сейчас, нет подтверждающих документов, кроме тех, которые говорят иностранцы об этом, что значит, фактически значит, роспись Гравитой палаты Московского Кремля в 1881 году, когда ее расписали братья из Палиха Пилаусовой, как нам говорят по сюжетам, которые скопировал иконописец Симон Ушаков оказались фальсификации, то есть подтверждения о том, что так было, никаких нет. Вот это один из таких наглядных примеров, и, понимаете, с моей точки очень убедительных, потому что Гарновитая палата, с чего мы начали нашу сегодняшнюю беседу, это главный тронный зал государства, понимаете? И вот если вы сейчас посмотрите в интернете и поищите фотографии Гарновитой палаты, то там сейчас пол закрыт, но можно найти, где он открыт после последней реставрации, и вы увидите, что роспись пола, а он расписан ведическими символами, он совершенно не гармонирует с росписью стен, это с моей точки зрения, то есть фальсификация просто очевидна. Если у нас есть еще время, то можно остановиться на таком интересном с моей точки зрения моменте, как фальсификации предметов искусства, это ювелирное искусство, конкретно на золоте скифов и сарматов. Время-то у нас есть, можно, конечно, остановиться. Можно остановиться, да. Тогда продолжим. Значит, кто интересуется этими вещами, это может в интернете погуглить, как говорится, и найти такое огромное количество шедевров. Другого слова, кроме шедевров, это не только я не нахожу, это историки, искусствоведы, специалисты, культурологи другими словами не называют эти вещи. Вы знаете, что сейчас скандальная ситуация с золотом скифов, которые вывезли из Крыма в Нидерланды, и сейчас его задерживают, пытаются вообще как известно из истории, все наше наследие историческое, точнее ведическое наследие наших предков, оно его старается или захватить, или уничтожить, как это было в Палестине ранее в Иране Палестина, Паленый Стан, значит, стараются уничтожить. Так вот, огромное количество найденных артефактов, которые, значит, на которых изображены различные браслеты, украшения, пекторали, серьги, ну, перечислять это очень, можно очень долго, имеют такой выдающийся уровень мастерства, что все, так сказать, искусствоведы и историки восхищаются этими вещами, ценят эти вещи, и даже современные, с помощью современных средств, которые, технических средств, подобные вещи сделать не предоставляется многим возможности. что мы узнаем по поводу различного рода этих артефактов. Вот, в книге я там привожу множество, и там есть, привожу браслет из Эрмитажа, он называется браслет трехчастный, из трех частей состоит, с голод, золота, скифов, трехлистники и грифоны на нем изображены. Что по этому поводу пишут историки искусствоведы? Пишут греческий мастер, заметьте, греческий мастер, при оформлении этого браслета используют темы, знакомые с кифом, еще по произведениям переднеазиатских торифтов. Грифоны перед стилизованным изображением дерева жизни, растительный орнамент. Видите, какие заботливы были древние греки, они изображали только то, что было знакомо диким скифам, потому что вот эта отрасль, так сказать, искусствоведения и мастеров по ювелирному искусству безраздельно отдана древним грекам. Поэтому заботливые древние греки очень волновались, чтобы скифы понимали, что они сделали. Вдруг они поймут, что греки изобразили, и браслет вместо руки на голову наденут. Вот читаешь подобные научные перлы историков, да, и удивляешься. А это все примеры фальсификации. То есть вот рассмотрим, что состоит за гречским словом торифт. У нас же все, что для нас глупых славян, безмозглых, нам все объясняют. Это греческое, это произошло из латыни. Так вот торифтика греческая, это ссылка из словаря Эфрона, Брагауза Эфрона. Даю ссылку. Торифтика это производство скульптурных художественных предметов из металла, противоположность ваянию из камня, глины, воска и дерева. Преимущественно словом торифтика обозначается обработка металлов острыми, обращаю внимание, стальными инструментами, каковы чеканка, а также тиснение по формам и выбивка при помощи пунсонов. Торифт это также греческое слово, оно означает художник по металлу, и это ниша занята исключительно древними греками, величайшими мастерами-ювелирами по металлу. И вот хочу привести пример для того, чтобы вот читатель, который с техническими тонкостями не представляет себе, не знаком, представил и понял, что означает производство художественных предметов из металла с точки зрения вот инженера. Вот цитирую. Технические приемы греческих мастеров были виртуозны при минимальном наборе материалов. Ковка из одного или цельного куска золота и серебра наиболее распространенный способ. Для формовки использовались матрицы и штампы. Для декора резьба и гравировка комбинировали несколько оттиснутых деталей. Широко использовалась проволока для изготовления цепочек и тесьмы. А отдельные детали ювелирных изделий собирали из составляющих элементов, припаивая друг к другу, а полученные части механически соединяли или связывали между собой. Очень распространенным был способ внимания диффузной пайки, позволяющей получить так называемую точечную зерни. ряд изделий древнегреческих ювелирного искусства украшены филигранью и точечной зернью, которая выполнена в особой технике, микротехнике, например, серьги из кургана коль-аба, детали декора, которых можно увидеть только через увеличительное стекло. Так вот, в этом тексте, который я процитировал, все совершенно верно. За исключением двух слов, которые надо заменить. Вместо греческих мастеров и древнегреческого искусства написать русских мастеров и древнерусского ювелирного искусства. А вот все слова, на которые я акцентировал голосом, подразумевают или технологический процесс с определенными режимами, или операцию с необходимым оборудованием, оснасткой, инструментами, приспособлениями. А что нам историки пишут? А нам пишут, что греческие торифты работали стальными инструментами. И хотя по Антону Павловичу Чехову в Греции все есть, но вот с металлами и технологиями обработки металлов там, к сожалению, проблема. И даже историки об этом знают. И известно также, что техника микроминиатюры и зерни относятся к микроминиатюре. Но вот ссылок на древнегреческую левшу у Гомера и Геродота нету, отсутствует. А поскольку доказательств существования у древних греков этих технологий нету, поэтому для объяснения таких фактов историки нам пишут. Понимаете, дело в том, что техника зерни, изобретенная древнегреческими мастерами, позднее была утрачена. Историков совершенно не смущает тот факт, что такую мелочь по их понятиям, как стальные инструменты для работы по металлу. Акцентирую, стальные инструменты грекам якобы в обмен давали дикие качельники скифы. Нормально? Скачет скиф, а в загашнике у него за спиной стальные инструменты, мелкоскоп, пансоны, паяльник для диффузной пайки и прочие вещи. Понимаете, вот такой маразм пишут ученые, и поэтому можно еще более маразматические комментарии прочесть. Например, такой. еще более сильную зависимость от вкусов и потребностей скифов обнаруживают художественные произведения греческих мастеров, где изображены сами скифы, к числу которых относят золотой гребень из Солохи, серебряная черта Млынская ваза и два кубка электровый и серебряный и серебряная ваза с жанровыми сценами. Это пишут ученые, узкие специалисты, чтобы оправдать приоритет древнегреческой цивилизации над варварами Востока. Тут я должен процитировать Николая Левашова, чтобы внести ясность по поводу диких кочевников скифов сарматов. Вот что он пишет. Позже происходили дальнейшие обособления славянских племен друг от друга, когда, спасаясь от голода, возникшего в Сибири, во время последнего похолодания часть славянских родов покинула родину в поисках новых земель для обитания. Ушедшие роды брали в виде самоназвания имена своих вождей, князей. То есть роды, ушедшие с князем сарматом, стали называть себя сарматами, а ушедшие сняли скифами. Со временем, отпочковавшись от материнской ведической культуры, все эти славянские племена обрастали на новых землях местными культурными особенностями, частично связанными с включением элементов культуры тех народов, с которыми они соседствовали или покоряли, придя на новые земли. Но это не были другие народы, это были все те же славяне. и когда в дальнейшем они по тем и иным причинам возвращались на свою прародину, то они вновь становились просто русскими, русами. Именно по этой причине историки не могут объяснить бесследное исчезновение тех же самых сарматов и скифов. А они никуда не исчезали, а просто воссоединившись со своими старшими родами, принимали их родовое имя по существовавшим в те времена социальным законам. Они были как рукава реки славянского племени, ответвляясь от основного русла и позже вновь сливаясь с ним, вносили свежую струю в воды старого русла, в то время как целый ряд других рукавов племен навсегда покидал свое старое русло, и со временем из этих племен рукавов возникли новые славянские племена, новые славянские народы с большими или меньшими отличиями в языке, традициями и представлениями, такие как сербы, болгары, македонцы, хорваты, чехи, славяны, поляки и многие другие. Но вне зависимости от этого все эти племена вплоть до средних веков помнили и знали свою славяно-арийскую ведическую империю, существовавшую несколько десятков тысячи лет. И вот я привожу огромное количество, да и вы в интернете можете найти огромное количество артефактов, где изображены великолепные поясные пластины 5-4 века, где найдены на юге Западной Сибири, между течением рек Иртыши и Аби. Сюжет один и тот же, который распространен, называется «Терзание жертвы». Этот сюжет можно найти, как я уже сказал, в Западной Сибири, в Иране, на Кубане, значит, в Иране Персепаль, там тоже самое сюжет «Терзание жертвы». Во Владимире, в Дмитриевском соборе, в Турции, опять же сюжет «Терзание жертвы», в Сирии, Дамасске национальный музей, государственный Эрмитаж, опять же, где найдено юг Западной Сибири, между течениями рек Иртыши и Аби, золото, литье, 4-й, 3-й век до нашей эры. Сюжет, опять же, тоже «Терзание жертвы». Куча пекторалей, найденные в Астраханской области, в Кубанской, при Кубании, великолепные диадемы, на Нижнем Дону, в городе Новочеркасске, Курган-Хохлач, можно перечислять и перечислять, Челектинский Курган, Республика Тува, Курган-Аржан, золото, там найден и поясной набор 13-го, начало 14-го века, который датируют историки, относят, набор принадлежил представителям дома Батухана. Так вот, историки пишут, этот предмет состоит из 17 предметов, этот набор состоит из 17 предметов, на золотых обкладках, накладках соображены животные, лани, на фоне цветов и кустов, растительный орнамент. Но они не задумываются, почему на артефактах, как они пишут, растительность, деревья, кусты, вазоны, ну и другими разными терминами, в разных странах, на разных территориях, в огромном количестве, совершенно иногда стилистически, совершенно одинаковые. Все эти изображения состоят из трехлистников разной стилизации. И попытка, объяснение историками, культурологами вот этот факт, что на огромной территории, от Черного моря до Китая и Сибири у разных народов есть одинаковые изображения и одинаковые сюжеты, с точки зрения ничего к новому существующей исторической парадемии не приводит. Наоборот, вот последние раскопки, которые нашли, например, на территории России, были найдены археологами, они еще более усложнили жизнь сторонникам теории античной цивилизации варварского мира. Вот такими находками, я там в книге привожу уникальнейшие находки на территории Тувы, и комплекс, называется комплекс «Саржан-2». Ну, к сожалению, это надо верить, словами это не передашь, там такая фантастическая ювелирная работа, что просто поражаешься. Ну, естественно, когда читаешь археологов, то они пишут, что в одной из могил обнаружено украшение головного бора, великолепное, летая из золота бляха, в виде барана с изогнутыми ногами. Ставит, вот эти, значит, находки ставят неизбежно ряд вопросов. В частности, возникают эти вопросы при осмотрении особенностей технологии изготовления ювелирных изделий. То есть, археологи пишут, даже не являясь специалистом в области древних технологий, всю коллекцию можно разделить на две части, выделив из основной массы литых тиражированных бляшек, которых, ну, там огромное количество, и предметы выполнены с использованием сложнейшей пайки, зернения и инкрустации. Вот это я вам просто не могу передать, это надо видеть. То есть, здесь, к сожалению, радиофир нам ничего не поможет. И написано, что эти изображения выполнены в невысоком рельефе, то есть, понимаете, уровень, высота рельефа очень маленькая, и выполнены это все с помощью ковки, чеканки, литья, тиснения, резьбы. Какие материалы используются? Золото, серебро, железо, бронза. Особенно восхищают этих археологов железное оружие, инкрустированное золотом. Там, после того, как рестораторы Эрмитажа долго проводили реставрацию, позволили увидеть эти шедевры древних мастеров. И там и кинжалы, чекан, ножи. Наконечники стрел, представляете, у наконечников стрел украшены наконечники криволинейным узором, который образует фигурки животных. И там такая ажурность. И вот очередование золота и железа придает предмету такую ажурность, а хищники там изображенные, но четко распознаются как тигры. На гранях наконечников стрел узор выполнен не только золотом, но и серебром. А что дальше выводы какие? Понимание технологических приемов, применявшихся в древности для изготовления этих вещей, очень важно для определения той роли, которую играл центрально-азиатский регион в формировании искусства скифско-сибирского звериного стиля и всей культуры эпохи ранних кочевников в целом. И вопрос о способах и месте производства ювелирных изделий, которые были найдены в этом кургане Аржан-2, выходит на первый план. Но историков, это археологи пишут, понимаете, а историков технические, технологические вопросы их не волнует. Но сделано и сделано. Как это сделано, это неважно. И археологи, значит, делая свои совершенно верные выводы, но они-то находятся, понимаете, в рамках той парадигмы исторической, в которой все живут. И у них, соответственно, противоречивые выводы. И эти выводы ведут куда? Изготовителям в Древней Китай проводится изучение предметов этих всех с целью реконструкции древних технологий ювелирного искусства. Уже сейчас можно сказать, что многие предметы уникальны по технологии изготовления. Происхождение этих традиций металлообработки еще предстоит выяснить. Следующий вывод, который делают они. Предметы, объединенные в остальные группы, являются шедеврами древнего прикладного искусства. Уникальны и по технологии их изготовления. А кроме того и по стилю. А вывод какой делается? Это маразм. Можно предварительно предположить, что они сделаны мастерами из оседлых культурных центров специально для кочевых вождей по их заказу. Понимаете? То есть не предполагается русские же это кочевники, дикари и вообще все народы, которые перемещаются по Сибири, это кочевники. Сарматы, скифы, все остальные. Поэтому пишут, что вопрос местонахождения этих центров остается открытым, но перспективным является направление поиска регион княжества восточного Джоу, то есть Китай. А почему? А потому что там встречаются орнаменты и мотивы похожие на аппликации на клинке конкретного там изделия. То есть смотрят похоже, да, и значит вот, значит, по похожести они по слоям относят к той культуре, которую якобы представители этой культуры могли изготавливать. И поэтому понятно, что археологам в рамках вот этих кочевых культур трудно объяснить наличие у кочевников скифов сарматов уникальных технологий обработки металлов и уникальных ювелирных изделий. Ну и понятно, что Китай перспективное направление поиска. Ну, логика здесь у них железная, Китай рядом. Во-вторых, можно заказать уникальные технологии в Китае, но они же китайцы продвинутые, понимаете? Самая древняя цивилизация, как нам говорят, порох изобрели, фарфор, бумагу. Это грекам в Тавриду удобно съездить. Можно принять заказ у варваров, скифов на изготовление ювелирных изделий, чтобы они там не перепутали, как браслет на руку или на ногу одевать. И потом теплее в Крыму, а в Туву, в хитонах и в сандалиях не поедешь. Не стыковочка у историков появляется. Понимаете, я, конечно, что-то иронизирую, но когда беседуешь со многими учеными на эту тему, они приводят вот такого рода аргументы. Ну, кроме того, ссылаются на недостаточное финансирование, низкая зарплата ученых, трудолюбие китайского народа, пьянство русских и много-много и другое. То есть, к сожалению, большинство многих ученых устраивает придуманная 1150-летняя история русов. Мы приближаемся к очередной паузе музыкальной, и я думаю, что пора уже переходить к вопросам и ответам. Я практически закончил. Осталось после перерыва пару приложений. Да, и думаю, что вот это устраивает не только ученых, хотя какие они ученые и кем ученые, это под большим вопросом, но к несчастью это устраивает и тех, кто является наследники величайших наших древностей, но об этом не подозревают, не хотят порой подозревать и даже не могут себе представить, что это могло быть. Вот до такой степени вот эти так называемые ученые в них вложили так называемую нормандскую теорию и теорию о какой-то несостоятельности древних наших пращуров. Вот это более печально. На Руси самое тяжкое преступление по-современному называть, если то это грех, тем словом, которое понятно, это как раз предательство. Так вот, те люди, которые предают свое прошлое своих предков, это самые страшные преступники. Вот об этом, к сожалению, многие не думают. Ну ладно, переходим к... Здесь я с вами, Алексей, полностью соглашаюсь. Переходим к музыкальной паузе. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 19 апреля 2016 года вторник, по одному из старинных календарей, восьмой день месяца посева и наречения, 7524 лета, понедельник. Методы фальсификации культуры и искусства, вторая часть, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира, главная с ведущей Феденко Леонид Григорьевич и Тяжлов Юрий Алексеевич. Но пока Алексеевич не вступал, мы должны уже переходить по всем канонам к ответам на вопросы, коих набралось уже в чате достаточно большое количество. И как вспоминается мне в фильм «В будет один старики», там было сказано «Ну что ж, лектор Кузнечик просит еще пару минут». Так вот, Леонид Григорьевич просит еще пару минут на заключительное несколько предложений. После этого переходим к ответам на вопросы. Алексей, а можно я еще потом немножко тоже... Конечно, еще один лектор тоже вступит. Ну вот, поскольку мы у ведущего выключили все-таки по пять минут, постараемся ими воспользоваться. Перехожу сразу к делу. Так вот, я, как выше говорил, значит, тот регион княжеств Восточного Джоу, на который ссылаются археологи, которые относятся к Китаю, если значит, я проанализировал это дело, посмотрел и оказалось, что этот регион как раз относился не к Китаю, а к Великой Тартарии. И в конце XX века на севере вот но сейчас он относится к этой области Великой Джоу относится в Восточную Джоу, извините, относится к северу Китая реально сейчас. И там в конце XX века были найдены множество мумий, белых людей. А историки сразу объявили о встрече цивилизации кельтов и китайцев. А вообще-то там были найдены множество захоронений белых людей, которые, естественным путем мумифицировались благодаря крайней сухости местного климата и еще там соленая почва. И историки пишут, что многие китайские кельты, возраст которых составляет 3-4 тысячи лет, одеты в красивую тканную одежду, на которой изображена битва римлян с греками. На лице двухметрового 30-летнего бородатого блондина кельта, греческая посмертная маска из золотой фольги. Анализ его ДНК подтверждает, что он, как и сотни других мумий, найденные в Таримской впадине Синьцзяна, имеют европейское происхождение. Вот так и ходят народы по индоевропейскому кругу, по команде современных ученых, историков и антропологов. То из Индии в Европу придут, то из Британии опять к китайцам возвращаться, чтобы продемонстрировать им свою европейскую ДНК. И главное для вот этих всех ученых в кавычках в кавычках чтобы народы не забывали своего общего черного предка, который чуть ранее вышел из центра Африки. Ну, а если вы посмотрите все эти мумии, греческая посмертная маска, одежду, где битва греков с римлянами, то увидите совершенно четкую одежду наших предков, особенно женская одежда, и те же мотивы, и тот же фасон, и изображение трехлистников на росписи, на кельтско-китайском в кавычках артефакте, не говоря уже о мумии белой женщины и белого мужчины, лица, которые совершенно хорошо сохранились, как сохранилась их одежда. А соль-то в простом белая раса давала и несла знания и культуру на все континенты нашей планеты. А поскольку знания все из одного источника, то на всех континентах и во многих странах хоть Персию, хоть Индию, хоть Египет, хоть Эфиопию и так далее, можно найти одни и те же или похожие элементы архитектуры, декора, вышивки и рукоделий, оформление в рукописи книг, орнаментов и много-много другого. Например, в древних легендах, переданиях многих народов говорится о том, что культуру земледелия людям давали разные боги. Азирис дал культуру земледелия народам Египта и Эфиопии. Шумерам боги спустившись с небес принесли семена пшеницы и чменя. В Перу бог Веракочи обучал людей земледелию, а бог Кецалкуатль принес в Мексику кукурузу. Вот на этой точке и на этом так сказать предложении хотел бы поставить точку. Ну что ж, точка поставлена, Юрий, включайся. Да, ну будем перемещать эту точку, потому что рано еще ставить в этом процессе. Не, ну один автор поставил точку, теперь второй сказать свою точку. да. Ну, значит, хотел выразить благодарность Леониду Григорьевичу вот за его труды, потому что он планомерно исследует, исследует, исследует. Дело в том, что достаточно мало появляется источников, но они появляются все равно. Появляются, которые указывают даже непосредственно на то, что процессы потери тартарии. То есть появляются некоторые источники там английских проповедников, которые писали и про китайскую тартару и так далее постепенно. А вот через предметы культуры и искусства можно зафиксировать эти вопросы, увидеть вот эту подмену символов, значит, использование символов, вот такой постепенный процесс фальсификации. Дело в том, что он очень явно становится виден. Во-первых, как должны себя вести историки, ученые, когда они видят хотя бы один пример фальсификации. Они должны его исследовать. А наши историки не совершенно уже такое количество данных накопилось, которые противоречат существующей нормандской теории, вообще, можно сказать, той теории, которую они рассматривают, что они просто молчат. Но это самый лучший способ скрывать умолчание. То есть якобы наука к этим всем вещам не имеет отношения. Но вот сейчас столкновение как раз науки с наукой, с той, которая фальсифицировала это долго, через ДРК-генеалогию, можно сказать, через исследование Клёсова, оно вышло на какое-то такое очень сильное противостояние. я хочу назвать статью, хотя на сайте переформат.ру, где Клёсов обычно публикует статьи, её нет, она есть на сайте «Колокол России». Возможно, ставят статью, но я просто не проверял. Русофобов живут истинно. Славяне древнее европейских наций. Один факт всего лишь, который поднял Клёсов, то есть доказал с помощью нового метода через исследование ДНК, что это не тысяча лет, не две тысячи лет, а пять тысяч лет на этой территории, говорит о том, что историки целенаправленно искажают информацию относительно того, что происходило на нашей территории в течение пяти тысяч лет. То есть всего лишь один факт. А по реакции научных кругов разных, там, Клейн, археолог, Балановский, это генетики, генетики их называют, Клёсов, они как бы безосновательно пытаются, ну, в общем-то, надо сказать, в очень некрасивой манере, если вы почитаете, как бы, Клёсов очень аккуратно расписывает это, то есть он старается вот эти моменты не пропускать, то есть просто раскладывает там на лопатке всю их позицию, и как бы получается, что научный подход восстанавливает историю. Я хотел буквально зачитать несколько фраз, они очень показательны из этой статьи. Пишет Клёсов, «Для меня очевидно, что Клейн, Балановский и же с ними являются открытыми русофобами, поэтому этим господам ДНК-генеалогия, показывающая глубокую древность славяно-этнических русских, как кость в горле». В свое время Балановские написали статью, в которой утверждали, что украинцы тяготеют по ДНК к полякам и очень сильно отличаются от русских. Они опубликовали ДНК-карты, на которых генетические популяции Украины и России раскрашены разными цветами. И эти карты стали настольными у украинских националистов. То есть исследования непосредственно группы Клёсова показали, что разница между украинцами и русскими совсем небольшая. И получается, что объективность научных данных просто перекраивает всю нашу историю. Пять тысяч лет назад славяне и их предки жили на русской равнине. И само это понятие современной исторической науки в конечном счёте, то, что они жили тысячу лет всего лишь, можно считать русофобским. Дело в том, что надо сказать, что даже отношение к этому, которое сейчас на страницах интернета, то есть Клёсову, Фоменко и так далее, оно подчёркнуто не просто негативное, а просто это даже можно сказать, что имеет такую низкоуровневую атаку, можно сказать, чёрный пиар, да, в отношении и то, что нет активных каких-то учёных, которые могут это опровергнуть, вот, потому что вскрылся очень неприятный факт для них, то есть без вот такого чёрного пиара в отношении Клёсова и тех людей, которые, тех учёных, которые изучают эти процессы, неважно, в каких они областях работают, математики, химики и так далее, вот, важно, что они факты вскрыли, и вот кроме чёрного пиара ничего нет, что пишет Клёсов? То есть это древним славянам почему-то позволительно быть только до середины 1000 лет нашей эры, а дальше их нет, это считается нормой, как будто они какие-то неполноценные, не имеют богатой глубокой истории, и наша дисциплина вламывается в историю и требует присмотреть гипотезы, которые уже забронзовели, вскрывает то, что многим вскрывать уже не хочется, понятно, что это многих напрягает. Тут что я хочу подчеркнуть, хочу подчеркнуть, что даже на основании вот этих генетиков так называемых и вырастает вот эти вот националисты и не националисты, нацисты на Украине. То есть это не исследование настоящих ученых приводит к этому, а то, что как бы наша история расписана по понятиям, то, что Киевская Русь это Украина и так далее, а на самом деле все это один народ. еще хочу отметить, что вот это противоречие, где эти четыре тысячи лет истории, это противоречие и людей это поднимает, то есть люди-то как бы видят элементы фальсификации, люди хотят разобраться, где настоящая история, где она, вот четыре тысячи лет ее нет, хотя бы вот по этому факту. Семь с половиной тысяч лет был старый календарь, нету. Поэтому позиция вот на текущий момент, когда ругают в общем-то позицию тех людей, которые занимаются ведической культурой, которые восстанавливают эту правду, которые рассказывают, эта позиция основывается уже на научных данных. И когда нападают на эту позицию, можно увидеть практически весь спектр. то есть никогда эти люди, которые нападают, они не пишут про фальсификацию, а фальсификация уже налицо. То есть они пишут заведомо, используют заведомо известные источники и так далее. И поэтому в принципе там сразу видно, откуда уши растут. Ну дополнительно там будет вопросик, я подготовил ответ еще на этот вопрос, я еще добавлю кое-что. А пока у меня все. То есть можем переходить к вопросам и ответам. Хорошо. Раз так, давайте будем задавать вопросы, которые поступили в чате Народного Славянского Радио. Напомню, что в чат вы попадаете очень просто, достаточно в любом поисковике набрать Народное Славянское Радио. Дальше попадаете на сайт славомир.орг, там ищите слово чат, нажимаете, если еще не зарегистрированы, придумываете логин, пароль, высказываете обратный имейловский адрес, куда вам придет ответ. И, в общем-то, все. После этого можете уже быть полноценным пользователем, общаться с друзьями и задавать вопросы в живой эфир. Геша задал первый вопрос, так он себя назвал, но потом прокомментировал. Меня зовут Евгений. Очень интересно на данный момент два вопроса. Кто такие были эти гиганты, рост которых мог составлять от 2,5 до 5 метров в высоту и останки которых находят по всему миру, но это тщательно замалчивается. И второе, что такое Беловодье и где это место находится. Действительно ли это гиперборея? по первому вопросу. Кто такие были гиганты? Значит, вот музеи многих государств переполнены скульптурными изображениями, гиганты, там люди огромного роста и рядом небольшого роста. Такие изображения скульптур есть и в Италии, и в Турции, и по-моему в Эрмитаже, и в других музеях. Значит, кто эти гиганты были? Ну, во-первых, так показывали богов, то есть высокоразвитых людей, которые в своем развитии, значит, и это было и аллегорически, так сказать, то есть человек в своем развитии достигал очень высокого уровня, да, и вот аллегорически показывали, что по росту он больше, а простой человек меньше. Но были же и на самом деле как автор Геннадий пишет, значит, что находят скелеты. Поэтому вопросы есть ответы, что вот скелеты этих это существа, которые прилетали на планету ранее и многие относились к светлым силам и помогали нашим предкам. в частности уры такими же были высокого роста представители с планеты Урай. Я думаю, что не только там были представители с планеты Урай, были с разных планет. Но на самом деле планета это блуждающая звезда, все-таки земель наверное более правильно называлась. Правильно, да, правильно. Да, и Евгений как раз спрашивал от двух до с половиной до пяти метров, но если поизучать какие-то древние летописи, писания, то там говорится о том, что первый как раз сюда пребывал, они были от метра восьмидесяти до трех метров. Это те, которые здесь обосновывали базы, те, которые здесь строили поселения первичные для того, чтобы могли уже дальше пребывать другие наши предкин. Вот, так что даже написано это в древних писаниях. А второй вопрос сейчас, но тщательно замалчивается, ну понятно, почему замалчивается, здесь даже отвечать наверное надо. Что такое Беловодие, где это место находится, действительно ли это Гиперборея? Беловодие это как раз это Западная Сибирь, вот это где-то, кстати, Асгард Ирийский, откуда, куда перешли наши предки после катастрофы с Дари, когда Дарья ушла на север, которая располагалась на северном полюсе, ушла на дно. Так вот, Дарию как раз и называли Гипербореей, и называли кто? Другие народы. Трабона и других авторов об этом говорится. А Беловодие из Дари по Перешейку вот там еще был, это известно даже из географии, да, что есть там хребет Ломоносова, который постепенно, постепенно, значит, так сказать, на дне океана находится, да, с малой земли, то есть был Перешейк, и на старых картах, кстати, можно найти. Дело в том, что наши предки от старой карты сохранились именно в Ведической империи, оттуда вся информация шла. Это отдельный разговор, на эту тему я могу поговорить побольше, конечно. То есть на этих картах на Северном полюсе та прародина, которая затонула, ее постоянно отмечали, это, понимаете, это как память. И поэтому, если вы увидите еще карты даже 1500-х, 1600-х годов, 1700-х, можно найти эти карты. Там показана как раз Дарья, что она состоит из четырех матеряков, посредине гора Мера или Меру, и вытекают реки, то есть все это сохраняется. Показывая Атлас, Атлас, допустим, половина западная, значит и восточная, но и сверху, и на западной, и на восточной части Атласа присутствует именно Дарья. Так вот, ее и называли Гипербореей. А Беловодье это туда, куда перешли наши предки после катастрофы, когда Дарья затонула, когда Луна погибла. Лиля, Лиля. Да, здесь надо понять, что Гиперборея или Дарья или Арктида или как еще по-разному ее называли, это как раз то, что находилось на севере, там было три острова так называемых Дара, Свага, Тули и Хара. Вот, так что, ну, четыре острова, да, и посередине была гора Меру или Мера или по-разному там тоже опять называют, там много всяких названий, и поэтому с Беловодья, наверное, спутать здесь не стоит. Дальше. прокомментируйте? комментируйте. Да, Беловодья это Алтай, потому что там всем рекомендую посмотреть ролики, там реально белая вода, речка. Вот, поэтому ее назвали Беловодья. То, что это один из центров был, но он до сих пор один из центров таких, скажем так, благодаря, которые влияют на человека в положительном, в положительном ключе для развития человека, потому что там определенным способом потоки материи структурированы. Вот, и, ну, это, в общем, отличают многие люди, которые на Алтай побывали. С точки зрения, вот, первой части вопроса хотел бы добавить, что еще, то есть, есть фиксация фактов, что люди там и 2,85 были. Вот, непосредственно, не помню, как фамилию человека, там, в России в том числе. По крайней мере, такие факты есть. А укрывать, конечно, укрывают информацию, безусловно. Встречались мы как-то с Майклом Кремо, вот, ему не удалось, он как бы пытался найти, но ему очень много удалось предметов, которые сфальсифицированы, просто за руку хватить во многих случаях, и на эту тему он там написал книгу и видео снял запрещенной археологии. Вот, но, к сожалению, именно конкретно с большими костями он лично не сталкивался. Вот, хотя об этом много информации. Хорошо, дальше, вопрос от Владимира от Владимира и из Матищ. Допустимо ли использовать в своих произведениях методы и приемы, которые используют злые силы в своих средствах подачи информации, художественная и научная литература, СМИ, интернет-помойка и так далее? Ну, я так понимаю, это мой огород вопрос, так? Я не знаю, чей это огород, я просто зачитал вопрос. Да, я просто для себя говорю. То есть, я так понимаю, что Владимир из Матищ, видимо, не читал все-таки книгу. В книге я как раз и раскрываю и показываю технологические методы и приемы фальсификаторов тех, кого он называет злыми силами. И я, к сожалению, здесь мало об этом говорил, но это методы, которые и приемы, которые используются с точки зрения манипуляции человека. Понимаете? И влияние на него. И здесь и нейролингвистическое программирование, и другие методы. И поэтому рекомендую почитать книжку. У меня такое сложилось впечатление, что автор в этот вопрос не сложилось. А он и написал. Нет, не читал книгу. Это он сейчас отвечает у нас в чате. Понимаю. Владимир, читай. Так, хорошо. Ну, что здесь можно сказать? Если напрямую использовать лживую информацию, то в этом случае, конечно, это не наши методы. Если использовать приемы подачи информации, то здесь под большим вопросом, для чего мы их используем и какие приемы из этих возможных всех приемов мы можем использовать. Вот об этом, я думаю, что можно подискутировать, но думаю, что не в этой передаче. Дело в том, что человеческий мозг и вообще устройство человека современного, оно очень хорошо кое-кем изучено. И варианты донесения информации, исходя из изученного, они также хорошо настроены, подобраны. Поэтому, если мы применяем инструментарий, то это одно. Если мы применяем сами методы, но не инструментарий, а методы для донесения, для утверждения какой-то глупости, это другое. Если мы хотим себя превознести над другими, это третье. Поэтому вот здесь все не так однозначно, как вот иногда нам хочется сказать да или нет, как у детей спрашивают, это дядя хороший или плохой, а вот это тетя хорошая или плохая. Вот эта дуальность, она как-то уже маловато нам штанишки маловато, и мы из них уже выросли, эти пиджачки нам маловато стали. Давайте более широко смотреть на этот мир. Дальше вопрос следующий от Владимира Изматищ. Уважаемые соведущие, это и простому человеку ясно, что история переписывается по 10 раз за век минимум. Разбавлять океан лжи капли информации, которую простой человек и проверить-то не в состоянии. Так что делать-то? Ну вот отвечаю на вопрос Владимира Изматищ. Я написал книгу, чтобы кто не может отличить информацию и проверить, чтобы прочитал и я там показываю, какими пользуются они рецептами, какими методами они пользуются. И если человек разберется с их приемами, он будет видеть реальность настоящую и различать, где ложь, где правда. Поэтому действовать надо. Согласен. Мне вспоминается анекдот, когда сидят некоторые товарищи по шею в фекалиях и новый появляется, говорит, отсюда же выбираться надо. Слышишь, мужик, ты волну не гони. Некоторые вот так поступают. Да, пахнет нехорошо, да, неудобно, присесть невозможно, захлебнешься в этих фекалиях, но не захлебнулся же еще, давайте потерпим, постоим. А некоторые начинают подниматься. Или более такой правильный пример, это когда две лягушки попали в молоко, одна сидела и ждала, когда кто-то ее вытащит, а вторая просто начала лапками дрыгать, дергаться и взбила кусочек масла и благодаря ему выбралась наружу. Вот этот пример более, наверное, сейчас нам уместно было бы привести. Хотя кому-то, может быть, фекалии больше нравятся, кому-то масло с молоком, кто знает. Так, дальше. А есть еще, есть еще. Ну, давай еще вариант, конечно. Да, есть еще такой замечательный пример, это когда один, значит, баран из стада баранов прозревший говорит, сдается мне, что вот эта собака, этот человек, а не заодно, ну, который там пастух и так далее. А ему из стада говорят, ну, ты уже нас замучился своими теориями заговора. В общем-то, я к тому, что вообще-то надо немножко проникнуть, понять, как механизмы работают. То есть, иногда капля правды сминает вот эти все наносы лжи. А я, кстати, и привел пример этой капли правды, это вот работа Клёсова в ДНК-генеалогии. То есть, уже столько накручено эти десять раз за век, как сказал Владимир Змитриевич, наносов этих атак и так и замазано уже и перемазано и все. А вот одна капля правды, она почему-то имеет способность все это изменить. Поэтому просто надо механизм этот уловить, как это действует. Поэтому не надо теряться на то и писать себе, что десять раз за век как минимум. Если обратите внимание, то это не совсем так. Поэтому как только вы это понимаете, то вы можете самостоятельно изучая, вы можете находить эту правду. Вот мне удалось скажем так, и британскую энциклопедию в руках подержать. И не просто подержать, а поизучать, посмотреть. там там были некоторые элементы, которых в интернете не было. То есть там можно было еще по Тартарию выбрать. Возможно, уже сейчас есть. Карты эти посмотреть, даже плетучую вырова тоже посмотреть, эту трехслойную, которая была. Потому что этим, то есть вот просто так, как бы, если кто-то за это, за вас будет этим заниматься, не факт, что вы найдете правду. Правду ищи, дабы ты был жив. Здесь в чате, кстати, завидуйте те, кто в чате не находится, потому что здесь можно еще картинки помещать. Здесь размещена картинка, как на гранитной плите идут некоторые надписи и написано в лето 7161 мая в 14 день. якобы подтверждение нашего древнего календаря. И стал вопрос, а где указание, что сотворение мира или сотворение мира в звездном храме, как часто некоторые говорят, тоже не находится в сотворении мира в звездном храме. Но, во-первых, здесь сразу можно посмотреть, что, первое, отличается фон камня, где написано лето 7162 мая, это первое, то видно, что это наводило. Второе, видно, что буковки с большим пространством друг от друга находится. И третье, слово майя не использовалось в древних календарях, оно появилось не так давно, название месяца. И дальше 7162 лета он писался не цифрами, которые тоже не так давно появились, а писался буквицей. Вот это все надо тоже учитывать. То есть, если мы все вместе складываем, мы поймем, что это стилизация, но, естественно, найти там какие-то сотворения мира в звездном храме или что-то другое практически невозможно. И вот, я думаю, надо будет нам посвятить некоторое внимание как раз этому, а почему сотворение мира в звездном храме и нет. А по поводу, вот здесь тоже сбросили эту фотографию, где собака идет, стадо баранов стоит, там человек стоит на заднем плане, одна говорит, что сдается мне, что эта собака и с пастухом заодно. А так говорят, опять ты про свои там заговоры. Есть еще другая картинка, когда две свиньи лежат в этом, в луже такой большой, в теплой, а третья свинюшка бегает радужная, такая чистая, с цветочком фашист. Вот это вот тоже интересная картинка. Ладно, возвращаемся к вопросам от наших радиослушателей. Вопрос в эфир от Геннадия из Твери. Лен Григорьевич, Тартария была уничтожена в царстве Екатерины II, как Фоменко и Носовский пишут, или в другое лето? Значит, Тартария была уничтожена не сразу. В 1975 году это была достаточно большая территория, захвачена Тартария, которая нынешняя Сибирь, до Дальнего Востока. А период вообще-то войны затянулся. И, например, независимую Тартарию или так называемую Среднюю Азию, которая сейчас называется, захватили, только Россия захватила, победила. Россия уже не Екатерины, а 1850-е годы. Это раз. Значит, еще долго сопротивлялась так называемая Китайская Тартария или огороженная Тартария. Не Китай имеется в виду, а та часть провинции, которая была перед Китайской стеной. Ну, я постараюсь это написать во второй книге об этом. Значит, ну, понимаете, там надо искать еще много, надо доказательно писать. То есть, не просто вот я сейчас сказал это, да, а в книге я пытаюсь показать, потому что если голословно что-то утверждать без фактов, будут скажут, ну, это его мнение. Понимаете, такие вещи сплошь и рядом мы видим, например, на телевидении, на РЕН-ТВ, где приводят кучу замечательных фактов, которые полностью подтверждают и существование там Великой Тартарии и прочее, и прочее. А приглашают каких-то экспертов, в кавычках, которые дают совершенно предположенное толкование и как из пальцев высох. Вот это все не способствует тому, чтобы у людей было понимание, а наоборот уводит людей от истины. Да, посмеялись и все, и забыли, да. Да, или посмеялись, как правильно Алексей сказал, да и сказали, ну, что там, три часа рассказывают, а в итоге бред. И вот, например, такой простой пример приведу. Всем известно из географии, если вы, когда вы открываете атлас, вы видите, это я вот забыл этот факт сегодня сказать, хотя я его планировал сказать, когда в начале своей беседы я сравнивал Москву и Тобольск, карты Москвы и Тобольска, да. Так вот, на картах город обозначался сейчас, как обозначается, кружком, да, или там затемненный кружок, или два кружка, или, значит, два кружка в середине затемненные и пишут количество населения до 100 тысяч, свыше, от 100 до 500, свыше 500, свыше миллиона и так далее. А раньше это совершенно иной смысл этому было. то есть, показывался, кружок означал, что существует энергетическая защита вокруг каких-то поселений или городов. И это реально. И об этом впервые сказал на одной из встреч Николай Левашов, а потом, значит, он и привел пример, он привел ремесскую летопись, и в этой летописи значит, там, значит, чертеж Тобольска. И Тобольск, столица Великой Тартарии, имеет пять таких колец концентрированных, пять защит, шестая такая двойная. Значит, все могут это увидеть, если посмотрят встречу с читателями от 25 июня 2011 года. Там это приводится. Так что, видите, многим фактам есть подтверждение реальное. И вот, чтобы это было доказательно, надо приводить примеры. Иначе люди будут говорить, ну, это выдумка конкретного автора. Хорошо. А вторая книга когда будет издаваться? Когда будет готова? пишу в стадии написания. Ясно. А первая книга имеет бумажный формат на печатном виде? Нет. Это только за свои деньги можно издать сейчас. Это в советские времена только можно было. А так понимаете, ситуацию? После передачи пообщаемся. Хорошо. Так, следующий вопрос в эфир от Олега из Авроры. Откуда соведущий брал карты? Ну, видим, про которые говорили здесь. Ну, карты, некоторые карты есть у меня. Значит, я купил, да, причем на них есть фальсификация, очень много фальсификации. А большинство остальных карт можете найти в интернете, в разных источниках. Каких источниках я находил? это различные библиотеки известные, различные библиотеки университетов, там, музеев. Ну, то есть, мощное хранилище, где они считаются первоисточниками. Поэтому, понимаете, поэтому иссылаемся, что вот есть что-то. Хотя среди них есть много фальсифицированных. Да, я думаю, как раз вопрос заключался в следующем под текст вопрос в вопросе. А где вероятность того, что эти карты все не нарисованы кем-то, не сфабрикованы не так давно? Очень много фальсифицированных карт. Я вкратце в первой передаче говорил, но это в принципе лучше не в радиоэфире говорить, а показывать, потому что это будет более убедительно. Иначе по каждому слову вы должны верить мне. а я вам вот сейчас могу привести пример. Вот пример. На Атлас Меркатора есть, у меня есть два Атласа Меркатора 1595 года издания и 1610 года издания. Так вот, там на картах есть, например, район такой Байда, который есть в районе Аби, да, у нас в Сибири, да, и Байду вы можете найти, знаете, где? В Камбодже. Так написано, Байда. Это о чем говорит? Это говорит о том, что наши предки участвовали в двух дровидских походах в Дровиде, в Индии. Вот и остались там названия. Такие названия, как Дева на горе и прочее. Поэтому можно привести еще кучу других примеров по карте. Например, есть, я вам могу показать, город Велес в Африке, остров Велес, там известная битва была португальская, теперь понятно, с кем португальцы воевали. Так же, как понятно, почему, так сказать, живут там племена разных народов на севере Африки, которые имеют генетику белых людей. Я думаю, что здесь можно еще подтверждение сказать, что да, фальсификата много, сейчас эта тема интересная, и кто-то на этом пытается делать деньги, но я думаю, Владимиру Владимировичу Путину никто не будет фальшивые карты дарить, ведь несколько лет назад даже по центральным каналам российского телевидения, а может быть и по другим каналам других стран было показано, как Владимир Владимирович Путин лично эту выставку осматривает, пальчиком тычет в эти карты, сообщается по ним, эти карты представлены, написаны, игра на Тартарии, и ни в одном экземпляре, так что уж думаю, кому-кому главе Российской Федерации не будут подсовывать фальсификат. Давайте сейчас этот вопрос закроем. Я дополню вас, Алексей, что вот на самом деле в географическом обществе существует масса карт, они висят там, карты Великой Тартарии, были люди, фотографировали там и мне, скинули эту информацию, меня эти карты есть, так что Алексей совершенно прав. Дальше, вопрос в эфир от Владимира Измытищ. Есть ли информация о том, что сейчас найдено при проведении земляных работ в московском Кремле, ведь сейчас там роют, не могли же ничего не найти, или злые силы уже загробастали находки своими клешнями? Дело в том, что обычно те артефакты, которые находят, рекламируют те, которые вписываются в существующую историческую парадигму. Заметьте, в Нижнем Новгороде, в Великом Новгороде копают давным-давно. Вот недавно на сайте Института археологии Российской академии наук было, они, так сказать, опубликовали ряд материалов, которые там есть. Но многие без комментариев, интересные материалы. Но вот если вы будете смотреть с фестрастием, как говорится, там вы можете найти монету, например, которая якобы там арабская, не арабская, а там рунами написано на них. Но ничего не комментируют. Поэтому и в московском Кремле, если вы поищите, есть в интернете много источек, вот такие, например, такой источник, который занимается археологическими, извините, архитектурными наследием Москвы и прочее, там есть материалы, которые никто широко не публикует, что найдено в Кремле, допустим, какие фотографии. Там сплошные древнеримские, скажем так, и древнегреческие архитектурные эти сооружения. Такие же эти капители, как в Малайзии и все прочее. Все одно и то же, все кругом одно, понимаете, все наше велическое. Да, я думаю, что поскольку раскопки делают определенные люди с определенным образованием, то они в первую очередь все, что находят там, что находят там, они пытаются подогнать вот те рамки, в которых они сами мыслят. И если что-то не подгоняется, если что-то молотком вбить, вколотить в эти рамки не удается, оно намного шире, то это стараются просто или убрать, или куда-то запрятать от глаз подальше, или в какие-то охраны свести, где бы это все отлежалось, чтобы там покумекать, а куда бы это еще можно приладить. Дальше вопрос от Владимира из Мытищ. Хотя нет, этот вопрос уже задали до повторения. Вопрос в эфир от Геннадия из Твери. Я правильно понимаю, что античность это наше русское прошлое? Да, правильно понимаете, потому что анты это антлайн, антлайн, земля, земля антов, или Атлантида. так вот до 13 тысяч лет тому назад, когда была катастрофа, и термоядерная война пришла, и потом катастрофа, и вторая луна упала на землю, и земля на 24, 23,5 градуса ось земли наклонилась, то на территории нынешней Европы побережье, среднеморское побережье, Малая Асия, это кусок, и Африки, занимали радеантов, а второй раз туда в Европу народ пришел после того, как ледник ушел из Европы, который начал ходить 5000 лет тому назад, вот, там и находят, и в своей книге там я и привожу примеры, значит, например, посуды, да, которая была, вот, сохранилась из очень твердых материалов, на как раз с тех времен, то есть, технологии, которыми владели наши предки, наша цивилизация еще расти и расти. Ну да, и когда мы приводили здесь примеры о том, что греки приобретали некие инструменты у диких скифов, которыми стальные, да, стальные, но там даже есть упоминание не то, что стальные, а сплав Вольфрама в некоторых моментах есть, что стрелы наконечники стрел некоторых народов с территории России были с плавом такой прочной, что пробивали любой панцирь, любую броню западного воина, и там были наконечники Вольфрамовые, и как же вот эти дикие народы плавили, где они могли плавить, все-таки Вольфрама это нужна очень высокая, высокая температура, там нужно современного плана печи, которая так с надувом работает, вот, ученые так, ну, да, вот так было, получается такое ощущение, что вот эти несчастные скифы, они там клали под седло или себе под задницы кожаные вот эти вот слитки золота, или какой-то там металл доставали, даже не металл, нет, даже еще круче, не металл, руду металлическую, и вот так вот ехали и шлифовали, и она пока ехала, ну, заниматься нечем было, вот он ехал там полгода, год и шлифовал, шлифовал, а в Грецию приезжал, смотришь, там изделие какое-то, ну, то вдруг какие-то сверла у него образовались, то вдруг наконечники вольфрамовые, то еще чего, ну, нечем было скифом заниматься, вот они и шлифовали всем делом, вот и получались такие удивительные, скажем так, изделия, которые греки с радостью покупали, вот такие скифы, сами не знали, что делали. Так, дальше, вопрос от Сергея Срепейских гор, уважаемые ведущие, вы как научный сотрудник обязаны оперировать фактами, где есть какой-нибудь документ, на котором будет написано СМЗХ, то есть сотворение мира в Звездном храме. Есть такие или нет таких? Значит, Сергей, уважаемый, ну, хочу сообщить, что, во-первых, я научный сотрудник, только не в этой области, не в сфере истории, я не профессиональный историк, это мои исследования, я наукой занимался в области микроэлектроники, вот, 40 лет. а по поводу, если, я же приведу примеры, что вот, поезжайте, если вы, правда, в Срепейские гор, значит, поэтому, заезжайте в Москву, как-нибудь, и сходите на Новодельщий, на Новодельщий монастырь, там, я вот пример привел, что, над гробницей, значит, царевны Софьи, там написано, створение, только там сокращено, от сотворения мира в Звездном Храме, но это можете прочитать, значит, навык простой, и, мало того, там, в том же Новодельщий монастыре, много надгробий, старинных, сейчас их, я не знаю, я там не был давно, значит, и на них тоже написано, значит, на надгробии, знаете, как писали, раньше же не писали 1617 год, а писали от сотворения мира в Звездном Храме, и, а год писали, 7000 такой-то, так что это все есть, надо искать только. Здесь надо еще тоже помнить, что здесь дискуссия была достаточно активная, в чате, в радио, и здесь приводились разные примеры, ну, вот, во-первых, вот эта плита, которая была там изображена, что, ну, Новодел явно видно, что сбито там, что-то было сбито, потому цвет отличается, гранита общего от того места, где это все начертано, и цифрами не писали, писали буквами, и слово «май» не могло присутствовать, там по-другому месяца назывались, и так далее, и тому подобное. Здесь много чего, много нестыковок, это стилизация. И вот мне приходит в голову один священнослужитель от Русской Православной Церкви, когда как-то пообщались мы с ним, он, это было на одном из праздников, ну, они выпивают иногда, да, как бы я уже давным-давно не употребляю вообще ничего. И вот под шофе как-то зашел с ним разговором такой вот в мягкой форме, ну, в сторонку мы отошли, и он так наклонился к уши, говорит, ну, Алексей, ну, что вы хотите доказать? Ну, ничего уже не оставлено, все уже уничтожено, все уже переписано, все уже сделано как надо, у вас нет никаких доказательств, что вы там дергаетесь? Давайте вот оставим все как есть сейчас, и будем жить в дружбе там, и счастье, и все хорошо. Я говорю, в счастье и дружбе будем жить однозначно, вопросов нет. Вот, а по поводу того, уничтожено, не уничтожено, надо искать не в тех местах, которые были доступны для уничтожения, а в тех местах, которые остались недоступны на сегодняшний момент. Это все-таки места, где присутствовали жрецы, волхвы, ведуны и так далее. Вот там присутствуют эти указания, и присутствуют, если это, конечно, древнее, присутствуют вот эти вот писания, вот какого времени, что и так далее. Вот только в этом случае можно что-то понять. А все остальное с ним согласен абсолютно. Дело в том, что все летописи переписаны, все досочки, которые можно было переделать, переделаны, что нельзя было переделать. Сожжены камни, пересечены, другие камни разбиты и так далее. Ведь, ну, считайте, почти тысячу лет здесь хозяйствовали те, кому это совершенно было не угодно. Вот и все. Поэтому надо относиться более просто. Дружить обязательно будем, потому что наши люди. любить друг друга. Тоже придется, никуда от этого не денетесь. Что, своими, что ли, разбрасываться? У нас других нет. А с точки зрения прошлого истории, ну, кто-то предает свое прошлое, кто-то не предает. Я уважительно отношусь и к нашей древности, и к нашему прошлому, и к своим братьям и сестрам-христианам, и тем, кто ислам, и те, кто принял, и те, кто атеисты, и так далее, и родноверы, и староверы, и кто себя называет язычниками. Это все наши люди. Поэтому надо друг друга понимать, но драться, ломать копья на этом нам сейчас не стоит. Это однозначно. Так, дальше. Вопрос от Владимира Изматича. Леонид Григорьевич, если вы улетели бы на Луну, и можно было бы взять с собой только одну книгу, какую бы книгу вы взяли? Так, ну, наверное, «Недоднородная вселенная» Николая Левашова. Это книга о реальном мироздании. Как устроена наша вселенная, в том числе до такого базового элемента, если так можно выразиться, как «Шестилучевик». Это грандиознейший элемент мироздания. Там еще существуют еще более грандиозные, но нам бы разобраться до «Шестилучевика». И, кстати, наши «Шестилучевики», наши предки, так сказать, знали, у них было правильное миропонимание. Они знали, что мир, так сказать, состоит из многих звездных систем, многих вселенных. Это в славяно-арийских видах написано, которые запретили. И поэтому правильное мировоззрение – это основа того, почему делается вся фальсификация истории, науки, культуры и всего остального, чтобы люди не знали, как устроен реальный мир. Потому что понимание и знание, как устроен реальный мир, не позволяет человеку становиться рабом. Он становится свободным, и его не свернуть с пути свободы и правды. Хорошо. И в заключении от Катерины еще такая реплика интересная. «Греки пишут, что ездили учиться в Гиперборею, в страну мудрецов и ученых, и летали на летающих аппаратах. А историки все равно пишут, что мы дикари». То есть, с одной стороны, грекам все приписывается, греки молодцы, писали всю правду. Но это все ограничивается тем моментом, когда греки начинают писать о том, кто является их учителями. И как только заходит разговор о том, что летали или ходили учиться в Гиперборею, то в этом случае сразу тут ставится табу. Получается, тут мы играем, тут мы не играем, тут мы селедку заворачиваем, как известно юморески. Ну что ж, у нас есть возможность закончить эфир. Пожалуйста, Юрий Алексеевич, включайся. Да, наконец-то. Хоть что-то скажу. Ладно. Значит, есть очень интересный момент. Просто задают вопросы, задают вопросы, где эти документы и так далее, предъявите. Мне хочется спросить, вот разных, как бы, обратиться непосредственно к тем авторам, которые пишут, которые возмущаются и которые, в общем-то, поклёб пишут на те исследования историков и неисториков. Вот я хотел привести пример, не успел сказать. Вот переформат.ру очень внимательно рекомендую наблюдать за материалами на сайте, потому что там появляются исторические сведения, которые тут же проверяются с помощью ДНК-генеалогии. А ещё нужно просто включать мышление. Откуда берутся эти авторы? Они просто владеют научным способом, научными методами, которые опровергнуть практически невозможно. Вот про нашу историю очень много было источников, которые относятся непосредственно к церкви, то есть там к христианской религии, то есть там проповедники и так далее. И вопрос в том, что как бы подаётся там, в том числе в отношении наших предков, негативная информация. И вот эти вот документы, они принимаются сразу же, непосредственно. Ну то есть вот писал такой-то, такой-то, такой-то проповедник, монах и так далее, исследователь, который имеет отношение к церкви. Огромное количество документов. Я не знаю, может, Леонид Григорьевич скажет, сколько процентов именно по истории взято со стороны христианских источников? Сколько в процентном соотношении? То есть на которое опирается наука? Я просто потом мысль продолжил, Леонид Григорьевич. Можете так приблизительно хотя бы там... Извините, ещё раз, я просто отходил попить и слышал. Вот сколько процентов источников исторических берётся именно непосредственно из... которые писали христиане. То есть там разных этих... из разных мест там и так далее. То есть непосредственно религиозные деятели, назовём их так. Сколько в процентном соотношении? То есть в моём представлении это там больше 60%. Да, я думаю, что ещё и больше. Например, вот то, что я анализировал, допустим, по... И в книге, кстати, я об этом написал, по источникам, как фальсифицируют книги, ведические книги, наши книги, значит, превращая их в эти... в религиозные манускрипты. Так вот, только по... Матанадарану, это, значит, хранилище рукописей древних в Ереване и, например, британской энцикл... этой библиотеки. Там, по-моему, даже больше 80% там, ну, так вот смотришь, сплошное идёт. У меня такое ощущение, что там 90%. А сейчас даже, так сказать, они пытаются вообще всю, так сказать, историю представить, как, значит, это история религии. И науку. То есть, можно сказать, что, в принципе, у нас, судя по источникам, у нас такой религиозный взгляд на нашу историю. Потому что используется масса вот этих вот источников. Так вот, у меня вопрос в связи с этим. Почему никто не задаёт тогда такой нормальный, в общем-то, абсолютно справедливый вопрос научный, да? А где же подтверждение жития святых, научное? То есть, вот есть структура. В эту структуру входили люди, которые писали историю, которую мы принимаем на, в общем-то, сейчас за классическую и так далее. В то же время, эта же структура имела тоже какие-то исторические документы, которые, где эти подтверждения, где настоящие исторические документы вот этих фактов? То есть, одновременно получается, что там, ну, если вы почитаете, вы встретите огромное количество описаний, жизнеописаний святых с теми вещами, которые там как бы описываются, которые происходили и так далее. Вот хотелось бы понять то количество документов настоящих, что предъявили, на которых основаны вот эти жизнеописания. Вот. И тогда, с этой точки зрения, то есть, как это могло произойти, что одновременно, я не буду говорить, что те же самые люди, но одновременно поддерживается то, что пишется по нашей истории старой, и одновременно пишется, в общем-то, неподтверждённые данные по житию святых. То есть, как вот с этой, такой, с двойными стандартами, с этой позицией быть? Может быть, нам стоит, в общем-то, с таким, с опасением относиться к тем источникам, которые нам оставили? Вот у меня такой вывод. Так ты в еретики попадёшь. Ты отвергаешь то, что, в общем-то, люди свято верят во что-то, на этом строится многое, а ты говоришь так одним рочерком пера, готов так перечеркнуть, искать, а не было ничего. А нет, предъявите научные данные, доказательства предъявите просто. Вот есть свидетельства о житии святых, давайте, пожалуйста, выкладывайте документы. Ну, понятно. Но в данном случае церковь перед собой не ставит такую задачу, чтобы предъявлять какие-то доказательства. Есть кто-то сказал о том, что было вот так, несколько свидетелей в этом расписались. Раз расписались, значит, оно так и было. И дальше это преподносится уже как фат. После этого факта собирается некий собор или какие-то люди, которые причисляют или решают, вернее, причислять или не причислять к того, о ком говорится, к лику святых. И так появляется святой. Вот и все. Ну, ладно, это риторический вопрос. Это, в общем-то, не совсем наше дело, хотя высказанное тобой имеет логическое суждение. Ну что, надо как-то завершать наш сегодняшний эфир. Юр, что-то от себя доброе и вечное или что-то еще хочешь сказать? Ну что хочу сказать? Дело в том, что не только в исторических фактах проявляется вот это противостояние. И через поведение тех, кто против, то есть открытое, русофобское, значит, еще какое-то, значит, ну просто можно сказать, те качества, которые они проявляют, негативные, да, это выдают их с головой. То есть следует обращать внимание не только на факты, а на то, как эти факты подаются. И надо вскрывать, где по понятиям, как говорит Клёсов, расписывать, да. То есть, ну буквально берут какие-то аргументы, ничем не обосновывают, в общем-то, поливают грязью и же с ними все, как бы умыли руки и как бы ничего не произошло. А на самом деле тогда приводятся настоящие факты, все эти аргументы распадаются. Вот. И противостояние это, вот опять же хочу обратить внимание, один факт правды, он может обрушить всю эту, может быть, даже стройную картину лжи, двойных стандартов, значит, полуправды, которая пытается, в общем-то, сохранить то, что, скажем, ту гору, ту гору лжи, как у Леонида Григорьевича книга называется «Планета лжи», которую, в общем-то, на нашу историю славянских народов нанесли за это время. Я думаю, что в какой-то момент вот еще как бы произойдет такая критическая масса этих фактов и, в общем-то, заставит пересмотреть нашу историю, потому что и на это активно работают уже ученые. Если раньше они не работали на это, то сейчас они на это работают. Так что, желаю всем успехов, значит, не, скажем, теряться, искать, и тогда, сообща, можно эту ситуацию переломить. Спасибо всем. Благодарю. Леонид Григорьевич, пожалуйста, от себя в заключении что-то. Значит, что бы я еще добавил. Понимаете, уважаемые радиослушатели, я ко всем обращаюсь, что вот кроме массы археологических фактов, которые сейчас есть, которые противоречат существующей исторической парадигме, которые в новое все время появляются, есть и научные, которые дают привязку. Вот ДНК-генеалогия, она как раз показывает истинное положение вещей. В том, что славяне и их предки жили на русской равнине, вот на той территории, где вот сейчас за Уральскими горами, только в Европу, еще 5000 лет назад, понимаете, а не середины первой тысячелетия нашей эры, как вот традиционная история говорит. Потому что, что такое середина первой тысячелетия? это 500-й год, а согласно с этой традиционной историей, это распад Римской империи, которой никогда и нигде не было. Был не распад Римской империи, а начали от ведической русской империи отпочковаться первые провинции в виде Испании, Португалии, Великобритании, Галии. То есть все извращено. И этот факт вот, что они, наши предки пришли на современную территорию Европы, именно из территории Западной Сибири, тоже доказан. И вот рекомендую внимательно посмотреть на ДНК генеалогии. Недаром сейчас идет такое противостояние борьба, потому что почувствовали, что здесь их просто-напросто наука убивает. Недавно появилась статья, где-то я видел, эстонцы в шоке. Они произошли от русских. Хорошо. Ну, не только эстонцы, еще и то же самое. Я слышал про англичан, когда они стали разбираться, они сказали, елки-палки, что же мы произошли от них, что ли? Вот здесь хорошая реплика от Катерины. Смешно, что сейчас постоянно говорят о фальсификации ближайшего прошлого по идеологическим соображениям. Все эксперты об этом с умными лицами вещают. Это к тому, что Юрий сказал. А когда речь заходит о более далеких временах, историки делают вид, что там писали только правду. Вот как-то так. Здесь Гриш написал «Сочувствуем эстонцам». Бедные эстонцы. Ну, давайте не будем так ерничать. Эстонцы не бедные, эстонцы все-таки в большей степени это наши братья. Славяне. Да, славяне. Приходит время, когда кто-то наводит морг, когда-то маю наводят. Ну, что, времена проходят, все меняется. У нас было время разбрасывания камней, расхода. Теперь наступает время сбора. Так что все у нас впереди. Ну, что ж, благодарю всех за участие в эфире. Очень много чего интересного мы узнали. Надеюсь, что радиослушатели тоже для себя многое что узнали. Порадовал чат в очередной раз. Очень активно в нем была переписка. Велась переписка очень много интересных вопросов. Было задано как внутри чата, так и в наш эфир. И суждениями люди обменивались. Даже доходило до неких таких небольших баталий. Ну, достаточно в таком мирном плане. Вот. И мне остается всем вам пожелать всего самого доброго, пожелать здравомыслия. Не судите строго о тех, кто заблуждается, потому как часто мы сами были заблудшие. И если в чем-то вы нашли путь, по которому можно идти, это еще не говорит о том, что все этот путь увидели, и тоже этот путь нашли. Помочь может быть, да, настаивать может быть, нет, но однозначно за правдой будущее. Сегодня у нас по календарику, по одному из современных календарей, 19 апреля 2016 года, вторник, по одному из старинных восьмой день месяца посевы наречения, 7524 лета, понедельник, мы говорили о методах фальсификации культуры и искусства, часть вторая, Феденко, Леонид Григорьевич и Тяжлов Юрий Алексеевич были нашими главными ведущими. С вами было Народное Славянское радио, Алексей Ерлов, до новых встреч, услышимся. Алексей, я... Народное Славянское радио для пытливых умов. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова